Продолжение следует... Продолжение следует... Сегодня день ветеранов, и я сегодня утром проконсультировался с нашим любимым инспектором по оружию и выяснил, что действительно уместно поздравить ветеранов с Днем Ветеранов. С Днем Ветеранов. Это верно. Мы счастливы, что мы ветераны, потому что да, и мы находимся над землей. Это еще одна хорошая вещь. Сейчас хорошее время. Это хороший повод улыбнуться. Мы также должны просто немного оставаться трезвыми ради ветеранов, которые переживают трудные времена. У нас там много бездомных ветеранов. У нас много ветеранов, которые находятся в депрессии. Некоторые из них каждый день совершают самоубийство. У нас есть ветераны, у которых проблемы с наркоманией из-за незаживших ран. У нас есть ветераны с ПЦР. У нас есть ветераны с проблемами. И хотя я думаю, что это здорово, что люди ходят и пожимают руки таким ветеранам, как я, у которых все хорошо, я просто думаю, что важно, чтобы мы никогда не забывали, что есть целая куча ветеранов, которые служат своей стране с той же гордостью, что и я, но они переживают трудные времена. И поэтому, если вы действительно хотите поддержать ветеранов, похлопайте меня по спине, но продолжайте двигаться. Идите и помогите парню, который действительно в этом нуждается, верно? Я думаю, что у каждого, кто видел боевые действия, есть та или иная форма ПЦР. Так говорят специалисты в области психического здоровья. Вы сказали мне, что вы делаете, когда мимо пролетают вертолеты. Эй, это личный чувак. Мы не будем говорить об этом хорошо, потому что теперь они знают мою слабость. О, извините, я этого не знал. Но дело в том, что только потому, что вы, знаете ли, производите впечатление очень крутого парня и так далее, это не значит, что вы тоже не заслуживаете сострадания. Спасибо, Джефф. Вы, вы мой сострадательный человек. Ваше свидание в пятницу вечером. Вы идете на мое свидание в пятницу вечером. Когда вы говорите, когда вы говорите быть трезвым, вы говорите об отношении, а не о Джеффе. Я не хочу, чтобы вы были трезвы. Вы можете делать все, что хотите. И я предполагаю, что у вас есть что-то, о чем вы хотите меня спросить. Джефф, вы хотели задать мне вопрос? Дело в том, что сегодня разговорчивый вечер пятницы. Теперь мы ведем трансляцию два раза в неделю. Хорошо, подождите второго. Мы приступим к этому. Мы приступим к этому. Теперь мы ведем трансляцию два раза в неделю. По вторникам в три часа дня. По восточному времени это молниеносный раунд, так что именно тогда Скотт очень лаконичен, очень дисциплинирован. А в пятницу вечером Скотт словоохотливый. И это позволяет мне деликатно, очень деликатно потягивать вино, пока он разглагольствует иногда по несколько минут. Вау. Мне жаль, что я заставляю вас пить, Джефф. Я поработаю над этим. Хорошо. Я собираюсь позвонить вашему анонимному алкоголику. Вы даете мне возможность сделать это. Вы не принуждаете меня к этому. Хорошо. Итак, давайте перейдем к вашим последним двум статьям, которые были опубликованы на Сабстак. И вы можете ознакомиться с ними на сайте scottridarkstra.com. Две мощные статьи нашего любимого инспектора по оружию. Одна о Кирсане и о том, как эта победа Пайрика, а другая опубликована только сегодня. И это действительно грустно и резко разозлило меня. Это не просто очередная статья о культуре отмены, но в данном случае она была от группы, которая является нашими естественными союзниками. И это просто смешно. Скотт должен был выступить. По какой-то причине Скотт хочет быть добрее к этим людям, чем был бы я. Но я собираюсь выполнить пожелания Скотта. Он даже не хочет называть их имена в статье. Он не говорит ничего более конкретного, кроме того, что его пригласили выступить в соседнем штате, и они узнали о его осуждении. А после того, как мероприятие было разрекламировано, они даже изменили место проведения, потому что сказали, что на него большой спрос. После всего этого они отозвали свое приглашение Скотту. И прежде чем вы начнете высказывать свое мнение, я собирался сказать романтично, но я злоупотребил этим словом. Подыскиваю другое слово, выражающее ваши мысли по этому поводу. Позвольте мне просто сказать, поскольку сегодня День ветеранов, и я в настроении отдать дань уважения моему хорошему другу Скотту. Он отличный парень. От себя лично, я знаю его много лет, провел с ним много времени в разных ситуациях. Когда мы в дороге, участвуем в мероприятиях, ездим с ним по городу. Я сидел рядом с ним в машине, пока он разговаривал по телефону со своей женой. Я слышу, как он с ней разговаривает. Я слышу, как он говорит о ней. Я слышу, как он говорит о своих дочерях. Я вижу, как он постоянно обращается со всеми, включая женщин, детей, взрослых, настоящих джентльменов. Так что Скотт собирается рассказать. Я не знаю, сколько подробностей о ситуации, но позвольте мне подвести итог. Это история с тюремным заключением. Ноль жертв. Ноль жертв. Хорошо, он был в чате для взрослых. И то, что он делал в чате для взрослых, может быть немного неловко, но мы должны с этим смириться. Это его дело. Дело в том, что эти люди, которые говорят, что там, где дым, там и огонь, вроде как понимают. Может быть, на четверть правы. Пожар — это возможно. У Скотта была привычка, но эта привычка не предполагала ничего плохого детям. Он никогда никого не оскорблял. Ему 62 года. Хорошо, 62 года. Это очень много времени, чтобы разгуливать по этой планете. И никто, никто никогда не обвинял его в жестоком обращении с другим человеком. Так что те из вас, кто хочет избегать его из-за этого осуждения, вы совершаете две ошибки. Вы должны преодолеть два препятствия, чтобы это имело смысл. Первое препятствие заключается в том, что это даже актуально. И я не знаю, какое отношение его анализ проблем войны и мира имеет к предмету его осуждения. Я вообще ничего не говорю. Но даже если вы считаете, что это имеет отношение к делу, для того, чтобы ваша позиция имела смысл, у вас должна быть высокая степень уверенности в том, что он совершил что-то ужасное. Так что спросите себя, прежде чем начать ругать его с кем-либо еще, спросите себя, на чем основан этот вывод, к которому вы пришли. Продолжать нечего. Нет никаких доказательств того, что он когда-либо причинил кому-либо вред за всю свою жизнь. Так что это для меня главное. И я просто хотел сказать, что Скотт отличный парень, и я знаю, что люди говорят. Увы, неуважительно относитесь к нему, потому что мы шутим. Ничто не может быть дальше от истины. Я испытываю все уважение в мире к моему любимому инспектору по оружию. Хорошо, Скотт, готовы разглагольствовать. Я не могу вас просто так. Вы только что заставили меня почувствовать себя таким теплым и пушистым. Так что у меня хорошее настроение. Хорошо. Вы хотите подвести итог статьи в виде А? Мы начнем с Керсона. Хорошо. Керсон был написан потому, что русские, конечно, ушли из Керсона, который является единственной столицей регионального округа, которую они оккупировали. И это часть России. Аннексия состоялась. Ассимиляция. Это Россия и российские войска ушли. Они отступили, отступили на другой берег реки. И прямо сейчас есть много людей, которые расстроены этим, особенно много наших российских слушателей. Они очень, очень расстроены, и многие люди спрашивают меня о моем мнении. И я подумал, что, возможно, лучше всего изложить это в письменной форме. Поэтому я нашел время изложить некоторые мысли, и мы опубликовали это в подзаголовке. И что я попытался сделать, так это представить это в перспективе. Вы знаете, почему такое могло произойти, и так далее. И вы знаете, лучше всего прочитать статью. Но что я сделаю, так это сделаю, основной вывод, сделайте глубокий вдох и не паникуйте. Это не поражение России. Это не капитуляция России. Это часть стабилизации ситуации в этой специальной военной операции, которая дестабилизировалась еще в сентябре. Когда украинские военные, которые были снабжены оборудованием Вестерн, стоимостью в десятки миллиардов долларов, обучением разведкой, связью, оперативными советами, осуществили контратаку против российских военных, которые не были и был готов к этому. Российские военные были организованы и оснащены для проведения специальной военной операции против первоначальной украинской армии. Той самой, которую они уничтожали в течение лета 2022 года, и с тех пор Россия стоит на задних лапах, пытаясь укрепить очень сложное положение. И когда генерал вроде викинга взял верх, он сказал, ситуация очень напряженная, и придется принять несколько очень сложных решений. И сразу же он как бы поднял руку, эвакуировав гражданских лиц из этого района. Это, наверное, самое ответственное, что может сделать военный командир, это уберечь гражданских лиц от опасности. Были некоторые опасения, что украинцы могут взорвать плотину выше по реке, в результате чего обрушится стена воды высотой от 5 до 15 метров, в результате чего погибнут тысячи людей. Утонуть? И таким образом вы уберете людей от греха подальше. Тогда другая проблема заключается в том, что ситуация на левом берегу Днепра, где находится главный город Керасон, была логистически неустойчивой. Русские сражались и сражались очень хорошо. Концепция о том, что украинцы побеждают, и это абсурдно. Как отметил генерал 12 украинских жертв, 7-8 раз больше, чем понесли русские. Это означает, что русские понесли от 1,31 до 5 потерь. Это много парней с обеих сторон, но гораздо больше парней с украинской стороны. Но русские посмотрели на происходящее и поняли, что для того, чтобы поддерживать такое соотношение потерь. Они должны быть в состоянии поддерживать, поддерживать и поддерживать свою артиллерию. А их артиллерия не смогла получить необходимые боеприпасы, потому что все мосты через реку были взорваны. Вы полагаетесь на понтонные мосты, но украинцы использовали Хаймарс и артиллерию М777, чтобы разрушить эти мосты. И русские оказались в ситуации, когда если бы они решили сражаться за эту территорию, они победили бы украинцев, но они потеряли бы много парней. И командир также сказал, почему мы теряем парней за эту территорию в это время. И ответ был такой, нет веской причины. Так почему бы не отвезти их обратно за реку? Укрепите свою оборону, спасите потенциально три жизни, чтобы они могли жить и снова сражаться в другой день. И последнее, с чем я оставил читателя, это реальность, что только 80 из 300, только 80 из тех, что я читаю, наводнение не решается переездом из Карсона. Эй, приятель, они не в Карсоне, и пойма может быть там, но они далеко от нее. Они не будут затоплены и не окажутся на неправильном берегу реки, когда начнется наводнение. Так что отступите. Хорошо, если вы собираетесь оставить подобный комментарий, обязательно проведите свое исследование. Во-первых, убедитесь, что вы понимаете рабочие параметры происходящего. Если вы находитесь на правой стороне реки, когда начинается наводнение, все, что вам нужно сделать, это отступить, и вы все равно окажетесь на сухой земле. Но если вы находитесь не на той стороне реки и начинается наводнение, вы не только затоплены, но и в ловушке. А это никогда не бывает хорошо на войне. Мне, наверное, не стоит читать эти вещи. У меня было такое хорошее настроение. Но все мимолетно. Все мимолетно. В специальной военной операции было задействовано только 80 военнослужащих, и они были поглощены существующими подразделениями, чтобы помочь усилить оборону. Там более 200 парней, которые все еще проходят подготовку. Они формируются в боевые подразделения размером с дивизию, и в них будет от 10 до 15 дивизий. Это меняет правила игры, ребята. И они еще не пришли, а когда придут, я думаю, вы увидите совершенно иную реальность на поле боя. Сейчас ситуация напряженная, как сказал генерал. Но он также сказал, что они наконец стабилизировали ситуацию. И еще одна вещь в этом заключается в том, что со стороны русских нет никакой паники. Из карусели не исходит никакой паники. Не было никакой паники, когда генерал инструктировал маршала. Сейчас паники нет. Русские ведут бизнес, и они делают это хорошо. Вот и вся эта статья. Теперь мы переключаем передачу. У меня вышла книга. Продолжайте, Джефф. Сейчас самое время это сказать. О боже, у нас здесь так много разных активов. Хорошо, давайте перейдем к делу. О нет, это еще одно. Спросите меня о моей книге. Джефф, вы имеете в виду эту книгу? Да, эту. Спасибо вам. Поехали. Все в порядке. Что особенного в этой книге, так это то, какое это имеет отношение к данному вопросу. То, что мы являемся предметом вашей статьи? Это наиболее релевантная часть статьи. Я написал ее. Я это знаю. Я настраиваю вас на это. Я это знаю. Так что это Тибол. Теперь вы кладете мяч на тройник, а теперь я выношу его из парка. Хорошо, я понял. Хорошо, спасибо вам, Андреас. Я собираюсь рассказать вам о своей книге. Это отличная книга. Я потратил три года на написание этой книги. Я потратил 30 лет на изучение этой книги, и теперь пришло время поговорить об этой книге. И я так и сделал. Пару недель назад у меня было очень успешное мероприятие по подписанию книг в Покипсе, штат Нью-Йорк. Пришло 65 человек, и я думаю, что все были там. Никто не был недоволен этой встречей. И с этого момента люди начинают говорить, «Эй, мы хотели бы пригласить вас». Ко мне начали обращаться люди и говорить, «Эй, не могли бы вы подойти и поговорить здесь?» «Не хотите ли подойти и поговорить там?» И ко мне обратилась группа мирных действий в соседнем штате, и они сказали, «Мы хотим, чтобы вы приняли участие в двух мероприятиях. Одном 18 ноября в нераскрытом месте, а другом 19 ноября. Что, если я правильно понимаю, так и есть. Но мы знаем, что это такое. Это в Бостоне, штат Массачусетс. Сейчас. Я не говорю, что в других местах того же штата. Я просто говорю, что второе место находится в Бостоне. Но вы живете в штате Нью-Йорк, и это здорово. Я живу в штате Нью-Йорк, так что Массачусетс – соседний штат. Так что начинаю понимать. Все в порядке. Но в чем дело? Послушайте, я не пытаюсь быть слишком шутливым. Я недоволен тем, что произошло, но я не собираюсь упоминать ничье имя, потому что я не хочу, чтобы кто-нибудь преследовал этого человека. Этот человек оказал почетную услугу правому делу. Он считается профессионалом. Он или она считается экспертом в своей области, и я желаю им всего наилучшего. Я просто думаю, что то, что они сделали, было трусливым и в корне невежественным, и оказывает медвежью услугу делу свободы слова и распространения информации. Особенно когда, как в данном случае, когда они впервые объявили об этом мероприятии, они получили ошеломляющий опыт. Настолько сильный, что им пришлось сменить место проведения. И это говорю не я, это они говорят об этом на своей собственной веб-странице. Огромный интерес, и мы должны сменить место проведения. Итак, у вас есть много людей, которые говорят, «Эй, Скотт, ридер приходит поговорить о своей книге, поговорить об Украине и России, и мы хотим приехать туда прямо сейчас». Джефф упомянул мой возраст. Джефф, мне всего 61 год. Мне жаль, я думал о своем возрасте. Извините. Хорошо, не давайте мне этот лишний год. Дайте мне время, чувак. Я старею изящно, но когда вам 61 год, вам уже 62, не так ли? Технически вы правы. Извините, мне сейчас 62. Спасибо вам, сэр. Но дело в том, что теперь, когда я стар, вы знаете, прошло, черт возьми, 13 лет с момента рассматриваемого инцидента. Если вы еще не сложили 2 и 2, то есть, если вы видите мое имя и не уходите, о да, есть одна вещь, которая произошла в 2009 году. Где, черт возьми, вы были? Где, черт возьми, вы были? Это не секрет. Я ни от чего не убегаю. Я не подчеркиваю это. Я не так себя позиционирую. Я позиционирую себя как автора книги, и я позиционирую себя как человека, который говорит о важнейших проблемах. Но если кто-нибудь скажет, «Эй, вы тот парень, с которым случилось XXX?» Да, это так. Это так. Это так. Это то, что есть. И мы уже говорили об этом. Я пишу об этом статье Евангелия по Скотту. Я имею в виду буквально, если вы хотите знать об этом. Мы потратили некоторое время на 11 эпизод на 25 минуте. Он начинается 24 числа. Итак, Евангелие, это эпизод 1125-24. У вас есть вопросы? Посмотрите его. Послушайте прямо сейчас. В нем полно того, что мы бы назвали соленой лексикой. Я приношу свои извинения, но я понимаю, что некоторых людей это может смутить. Но это так. Я не прячусь от этого. Мы говорили об этом. И все же по какой-то причине я получил электронное письмо в начале этой недели от неназванного человека из соседнего штата, который сказал, «Мы только сейчас узнали о вашем осуждении. И мы отзываем приглашение на беседу. Теперь все в порядке. Я не хочу. Мне жаль людей, которые должны были туда пойти и хотели туда пойти. И позвольте мне просто сказать вот что. Эй, ребята, не будьте пленником организаторов, которым не хватает моральных качеств и решимости дать волю свободе слова. Вы хотите, чтобы я нашел организатора, который сможет собрать все воедино, и я приду. Вы знаете, кто вы, вы знаете, где живете, и давайте осуществим это». Реакция была настолько ошеломляющей, что место проведения было перенесено. Поэтому все вы люди, которые были частью ошеломляющей реакции, соберитесь вместе. Найдите человека. Найдите место проведения. Я буду там. Я обещаю. Это гарантия. Не позволяйте этим трусам помешать этому случиться. И это то, чем они являются. Они трусы. Они даже не позвонили мне. Обычно это звучало бы так. Эй, Скотт, мы только что выяснили, кто вы. Мне жаль. Я знаю, что мы указали на вашей веб-странице, что вы бывший инспектор по вооружениям ЮН. Мы перечислили все, о чем идет речь, но, по-видимому, мы упустили из виду эту вещь, и мы хотели бы поговорить с вами об этом. Нет, не понял. Мы только что получили отмену-отмену. И это культура отмены. И вы хотите знать, почему я так расстроен по этому поводу? Джефф, потому что это означает обвинение. Во-первых, вот что это значит. И я борюсь с обвинением с первого дня. Любой, кто знаком с этим делом и с тем, как я подошел к этому делу, вы знаете, что я невиновен. Я уже сказал, что я невиновен. Я боролся с этим с первого дня. Я ни разу не перевернулся и не прикинулся мертвым, с того момента, как мне было предъявлено обвинение, до суда, до вынесения приговора и до моего тюремного заключения, а затем до условно-досрочного освобождения. И сегодня я борюсь, 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 потому что невинные люди сражаются, когда они невиновны. Виновные люди признают себя виновными и пытаются скрыться. Я не прячусь. Я здесь. А это последнее, чего хочет обвинение. Это последнее, чего хочет судья. Это последнее, чего хочет система. Вся идея состояла в том, чтобы вымазать меня чем-нибудь, чтобы пристыдить, чтобы я спрятался от стыда и попытался исчезнуть. К черту это. Я прямо сейчас здесь. Я никуда не пойду. И когда вы сидите там и говорите, о боже мой, вам предъявлено обвинение и вы осуждены за это ужасное преступление, мы просто позволим обвинению победить. И поэтому я написал статью так, чтобы люди могли понять, без удаленной ругани, без соленой лексики с удаленным эксплойтом. На самом деле они были удалены. Да, они были удалены. Так оно и есть. О, вы действительно удалили их. Нет, нет. Нет, нет. Они были удалены. Они удалены в статье. Я не помещал их в статью, но я написал это, и я не собираюсь углубляться в историю. Все это есть в статье. Я в основном сказал, что это то, что произошло, и я попытался дать им представление не только об абсолютной абсурдности выдвинутых против меня обвинений, но и о коррупции системы, которая привела к судебному преследованию, которое никогда не должно было преследоваться в первую очередь. Судебная ошибка и то, как я боролся с ней. Теперь позвольте мне выразить это так. Если вы прочитаете это и скажете, нет, мы не хорошие, хорошо, это справедливо, достаточно справедливо, это ваш выбор, все в порядке. Меня это устраивает. Но по крайней мере вы не можете сказать, что вас не информировали. Если вы получаете информацию обо мне из Википедии или Гугл, вы не получаете информацию. И именно поэтому я выложил ее здесь. Ничто из того, что я только что изложил в этой статье, недоступно в Википедии или Гугл, что говорит вам кое-что о Википедии и Гугл. Это сейчас там. Никто не может сказать, что мы не знаем. Никто не может сказать, что мы не имели ни малейшего представления и так далее. Это там. Прочтите это. И если вы хотите, чтобы я пришел и высказался, я буду там. А если вы этого не сделаете, меня там не будет. Никаких слез. Вот что еще меня разозлило. Они заставили меня пойти и купить книги для этого мероприятия. Теперь это работает именно так. Я имею в виду, я покупаю книги, я беру их, я продаю книги, и вы знаете, я ухожу с деньгами, которые позволяют мне, знаете ли, купить ребенку новую пару. Моя жена очень злится, когда я это говорю, но в основном это помогает мне заботиться о своей семье. Именно так я зарабатываю нашим. Я писатель. Писатели пишут книги и продают их. В этом нет ничего плохого. Но дело здесь в том, что когда вы не всемирно известный писатель, их издатель публикует книги за вас. А когда вы знаете ли такой малоизвестный писатель, как я, то получается так, что мне приходится покупать книги авансом, а это большие деньги. Идея в том, что я покупаю книги, исходя из предпосылки, что когда вы говорите, что хотите, чтобы я пришел, выступил и продал книги. Что я собираюсь прийти, выступить и продать книги, они меня бросили. И теперь у меня огромный инвентарь, от которого я должен придумать, как избавиться. Но я уверен, что найду способ это сделать. Но это просто неправильно. Это просто безрассудство с их стороны на всех фронтах. Вот мы и здесь. Еще один момент, который я думаю стоит сделать, и почему я не думаю, что это какое-то беспричинное оскорбление, чтобы ударить этих людей, заключается в том, что нам нужны союзники. И это люди, которые представляют себя миру так, как будто их главным приоритетом является мир. И чтобы вы знали, независимо от того, что они думают о вас, они должны быть великодушны по отношению к вам, а не искать какой-то нелепый предлог, чтобы бросить вас под автобус. И я думаю, что они показали себя бесполезными. Абсолютно бесполезными. Еще раз я отдаю им должное. Я уважаю право любого человека иметь свое мнение. И вы знаете, что если люди в конце концов скажут, «Мы не хотим этого делать». Хорошо, я уважаю вас. Я даже не собираюсь злиться. Меня это не беспокоит. Но ради Бога, наберитесь вежливости и мужества позвонить мне и поговорить об этом. Хорошо, по крайней мере, сделайте это. Не сидите сложа руки и не прячьтесь за этим. А затем электронное письмо, отправленное по клавиатуре, как типичный герой клавиатуры. Это очень смело, написать это письмо на большом расстоянии и нажать Enter. О, какое у вас мужество. Почему вы мне не позвонили? У вас есть мой номер телефона. Почему вы мне не позвонили? Он этого не сделал. Вместо этого он действовал на основе дезинформации и полной информации и принял решение, которое, честно говоря, не ему было принимать. Когда вы публикуете какое-то событие, у вас есть автор, который покупает книги, и у вас есть люди, которые реагируют подавляющим образом. Поэтому вам пришлось сменить место проведения. Это уже не ваше решение, чувак. Вы, парень, попали в актерский состав. Позвольте этому случиться. Но вы это сделали. Да, эта проблема постоянно всплывает на поверхность, а именно, люди придают неоправданное значение своим маленьким гонорарам. Они ничего не стоят. Дешевые гонорары. Не бесполезны в смысле их личной жизни, но это не имеет большого значения для остальных из нас. Совершенно верно. У них не было чести с точки зрения того, как они поступили с вами. Никакого уважения к публике, которая хочет прийти и увидеть вас. И чтобы вы знали, я буду уважать ваши желания и не буду раскрывать, кто это. Люди все равно разберутся. Но я действительно думаю, что нам нужно найти новых союзников, если эти люди не могут собраться вместе. И я собираюсь немного побеседовать с некоторыми из моих друзей в национальной организации, имена которых мы не называем. Кстати, давайте проведем небольшой тест, чтобы показать, насколько хорошо движение за мир представляет себя. Вы знаете, как это сделать. Независимо от того, выступаете ли вы за выбор или за жизнь, все слышали о планируемом родительстве, не так ли? Все слышали о Национальной стрелковой ассоциации. Все слышали о АКЛУ. Давайте посмотрим, сколько людей не гуглят это. Теперь вы в системе чести. Аудитория. Кто из вас мог бы назвать лучшую миротворческую организацию в США? Напишите это в комментариях, не гугля. Давайте предположим. А если вы не можете, что это говорит о том, насколько бесполезны эти люди? Бум, давайте перейдем к вопросам. Дракон из Сербии, расскажите нам историю любви. А почему она дважды бросала трубку? Я не знаю, о чем говорит дракон, но я предполагаю, что это то, что вы сказали где-то в другом интервью. Да, любви всей моей жизни не было дома, а я был на собеседовании. И я увлекся и начал наше ухаживание. Она прямо сейчас здесь. Мне навсегда запрещено говорить на эту тему, и я собираюсь заплатить очень, очень высокую цену за то, что этот вопрос вообще был задан. Так что, Сербия, спасибо тебе, чувак. Спасибо за поддержку. Я люблю вас. Нет, это все. Вы слышали это один раз, и я не могу повторить это снова. По крайней мере, не в этой обстановке. Хорошо, у нас есть гость, который будет главным героем. Организация — это розовый код. Хорошо, они довольно большие, но я не знаю, являются ли они номером один. Есть еще одна организация, которая на своем веб-сайте рекламировала, что она является организацией номер один. Крупнейшей по количеству членов и отделений по всей стране. Максим. Из Торонто я слышал, как полковник МакГрегор говорил об угрозах США наступить сапогами на землю. Россия подалась этим угрозам и отступила от Кирсана. Является ли это отступление Кирсана частью какой-то сделки, которую Путин заключил или был вынужден заключить? Нет. Я уважаю полковника МакГрегора, и он, конечно, человек с большим опытом и здравым смыслом. И у него есть свое мнение, и я уважаю его. Я не согласен с ним по этому делу. Я не верю, что эти инспекторы на месте, и я верю, что он говорил о них. Он каким-то образом изображал их как своего рода передовую команду, проводящую там передовые операции и готовящую почву для большего притока американских войск. Президент Соединенных Штатов ясно дал понять, что сейчас он не собирается наступать на землю. Конечно, это зависит от того, о каких ботинках вы говорили, потому что мы знаем, что существуют военизированные ботинки ЦРУ. И мы знаем, что прямо сейчас на земле есть ботинки для специальных операций, которые занимаются некоторой логистической подготовкой. Комната. Это не я выдаю национальные секреты. Газета Министерства обороны звезды и полосы опубликовала очень подробную статью об этом, так что я просто. Ну, кроме того, вы тоже сделали двухминутную тему на эту тему, которую люди могут увидеть у Скотта Риттера Икс, которого мы сейчас собрали из ваших последних двухминутных видеороликов. Это тема одного из ваших последних выступлений. Это так? Это так. Спасибо, что подняли этот вопрос. Не за что, Джефф. Не за что, мой дорогой друг. Скотт, продолжайте. Извините, что прерываю. Я прерываю. Когда вы перебиваете меня, чувак, мысль просто ускользает у меня из головы, как у кролика. Она исчезла. Это так. Куда он делся? Вы говорите о ботинках на земле. Ботинки на земле. Инспекторы на месте. Полковник МакГригор считает, что они являются частью передового отряда для более крупных сил. Я думаю, что они именно то, за что их продают. Это инспекционная группа на месте, которая должна определить учет оружия, которое мы отправили. Что с ними случилось? Они все еще находятся на хранении? Были ли они направлены в прифронтовые боевые подразделения? Были ли они израсходованы? Вышли ли они из строя? Были ли они захвачены в плен? И какова их работа? Потому что термин «инспектор на месте» отличается от термина «аудитор». Аудитор — это человек с блокнотом, который приходит и просто подсчитывает вещи. Инспектор на месте, а я знаю это потому, что помогал писать книгу о проверке на месте, это судебный инспектор. Кто-то приходит и проводит судебно-медицинскую экспертизу, реконструируя события на основе фрагментарных данных. И причина, по которой они это делают, я полагаю, в том, что только что произошло. Боже мой, что это было два дня назад? Выборы. Промежуточные выборы, на которых, похоже, палата представителей, как минимум, перевернулась. Теперь это республиканцы, а не демократы. Так что это означает, что нынешний Конгресс — неудачная сессия. И похоже, что Байден, зная, что республиканцы могут быть немного сдержаны в том, чтобы штамповать все, что он вкладывает, после того, как они придут к власти, Байден попытается получить помощь на сумму от 40 до 60 миллиардов долларов через этот Конгресс Хромой Утки. Это виртуальная гарантия того, что Конгресс одобрит его. За исключением того, что теперь люди могут начать задавать вопросы. Неудобные вопросы вроде того, что случилось со всеми материалами, которые мы отправляли раньше. Некоторые из них были найдены на черном рынке. Мы знаем, что случилось с этими вещами. Собираемся ли мы отдать оборудование стоимостью еще 60 миллиардов долларов, чтобы кто-то мог пойти на черный рынок, а террористы получить его и напасть на нас? И теперь Пентагон будет в состоянии ответить на этот вопрос благодаря этим инспекторам на месте. Так что я не верю, что сейчас эти ботинки на земле. И я не верю, что американцы собираются посылать войска. Русские ясно дали понять, что это красная черта. И я имею в виду, что это виртуальная гарантия того, что Россия будет сражаться с любым, кто войдет. И это означает, что между Соединенными Штатами и Россией будет прямое столкновение с силой. А это, по сути, означает Третью мировую войну, ядерную войну, конец света. И Байден это знает. Председатель Объединенного комитета начальников штабов это знает. Все в администрации Байдена это знают. Так почему же они вообще должны рассматривать это? На мой взгляд, это не так. Еще раз, полковник МакГрегор. Помните, это майор Риттер. Это говорит вам о том, каков был мой доступ в Пентагон, потому что майоры постоянно звонят председателям Объединенного комитета начальников штабов. Он был полковником и занимал высокое положение. Может быть, у него есть какие-то источники. Я не знаю. Я с ним не согласен, но я не отношусь к нему пренебрежительно. Я думаю, что будет справедливо, если люди услышат то, что он хотел сказать. Если вы хотите выслушать то, что я хочу сказать, то сформируйте свое собственное мнение, а время покажет. Другое дело это сделка. Какая сделка? Какого низкого мнения вы должны быть о российском президенте, чтобы думать, что этого человека так легко запугать, что все, что нужно сделать Соединенным Штатам, это прийти к нему в то время, когда американцы держат проигравшую руку? У нас на руках нет ни одной выигрышной карты. Если это игра в покер, мы должны сбросить карты прямо сейчас, потому что здесь нет ничего, что могло бы выиграть. Путин, с другой стороны, держит не четверку в своем роде. Это королевская особа. Это стрит-флэш туз с пиками. Ничто не может побить эту руку, которую он держит. И все же мы должны верить, что американцы каким-то образом приходят и уходят. Мы собираемся заключить сделку. Мы собираемся запугать вас. Мы собираемся сказать вам, что мы входим с нашими войсками. И мы собираемся запугать вас. И поэтому вы должны отступить. Карсон, это абсурд на первый взгляд. Теперь люди воспринимают это всерьез, потому что я думаю, что в происходящем много путаницы. Именно поэтому, кстати, я написал статью о Субстаке. И я, вероятно, собираюсь снять двухминутное видео об этом на следующей неделе. Сейчас рано. Я должен был сделать это сегодня, но меня захлестнули события. Но вы же знаете, что нет, я не знаю. Я не куплюсь на это, на эту сделку. Россия ни с кем не заключает сделки. С чего бы им это делать? Россия поощряет людей искать дипломатический выход. И есть люди, которые говорят, Запад только что сделал это. Запад только что сделал это. Запад только что сделал это, отказавшись от санкций в отношении финансовых операций, предоставив российским дипломатам возможность получать деньги без каких-либо ограничений и все такое. Это то, что делают люди, когда они находятся в плохом положении. А вы так поступаете, когда пытаетесь кого-то добить. Вы подкупаете людей. Когда вы хотите что-то сделать, а у человека, дающего взятку, это как бы означает, что он находится в более слабом положении. Это означает, что вы делаете что-то, чтобы заставить кого-то сделать то, что в противном случае не получилось бы хорошо. Именно это здесь и происходит. Все, что делает Запад, происходит не потому, что они запугивают Россию. Это потому, что они подкупают Россию. Они пытаются заставить Россию сделать то, что они в противном случае сделали бы. И Россия не просит взятки. Россия говорит, спасибо вам, спасибо вам, спасибо. Но мы все равно собираемся провести эту специальную военную операцию. У нас все еще есть 10 дивизий, 1215 дивизий, проходят подготовку, 200 военнослужащих, и когда они прибудут на поле боя, мы все равно собираемся начать войну против Украины. Как мы уже говорили, мы собираемся делать это с самого начала. И это просто реальность того, где мы находимся сегодня. Запад в отчаянии, и они отчаянно пытаются заставить Украину отказаться от своей нелепой позиции о том, что прекращение огня может быть достигнуто только в том случае, если Россия уйдет со всей территории, включая Украину, выплатит Украине репарации и добровольно передаст своих офицеров, своих генералов и своих политиков ГАГУ, включая Путина, чтобы они вас могут судить как военных преступников. Эй, какая у вас замечательная позиция. Украина, унесите ее с собой в могилу, потому что именно туда она вас и приведет. Хорошо, Буфорти из Монтигю, Техас, произносится так. Мне кажется, я где-то читал, что на пике своего успеха договоры США и СССР о вооружениях обеспечили прозрачность в отношении самих ядерных вооружений, но процедуры управления ядерным оружием остаются непрозрачными. Как можно улучшить прозрачность Скотта? На самом деле в новых процедурах командования была некоторая прозрачность. Во-первых, одна из вещей, с которой согласились обе стороны, заключалась в том, чтобы вывести свои ракеты из строя. Вы знаете, в прежние времена, в прежние времена, когда я был военным, когда я служил в армии, все наше ядерное оружие в шахтах и на подводных лодках было нацелено. То есть у каждой ракеты уже была назначена цель. Эта цель была частью единого комплексного плана операции СИОП. После этого нужно было придумать разные вещи. Но это план ядерной войны Соединенных Штатов. Пару лет назад были случаи, когда вы даже не могли произнести это слово, но они рассекретили его. Так что я не собираюсь садиться в тюрьму. Но у вас есть ядерный план, и в основном у каждой ракеты есть цель. И вы знаете, если бы у вас был российский военный план, вы выполнили бы российский военный план и ракеты, на которых были изображены советские цели. Выстрелили бы по целям, которые были выделены мгновенно. То же самое было и на подводной лодке. Итак, вы говорите выполнить оперативный план 4003, и они вводят коды, и соответствующие ракеты запускаются по целям, и это происходит довольно быстро. И люди говорят, подождите минутку. Одна из вещей, которые мы хотим здесь сделать, это деэскалация ситуации. Поэтому лучший способ деэскалации, это сбросить цель. А это означает, что все ракеты тупые. И если вы хотите выполнить военный план, кто-то должен обойти вокруг, выбрать ракеты и сказать, «Хорошо, это ракета. Поставьте эту цель, эту ракету». И пока они это делают, надеюсь, политики звонят по телефону своим коллегам и спрашивают, «Эй, что черт возьми, происходит?» «Мы начинаем нацеливать наши ракеты. Мы начинаем немного нервничать. И другие ребята, мы тоже нацеливаемся на наши ракеты. Мы немного нервничаем. Может быть, мы не хотим убивать друг друга. Нажмите на паузу. Давайте поговорим об этом, и мы предотвратим войну». Это одна из замечательных вещей. Я думаю, что на самом деле в этом много прозрачности. Они не собираются выдавать секреты того, как мы общаемся, потому что мы не хотим, чтобы их глушили. Мы не собираемся выдавать им коды, хотя вы знаете, что мы это делаем. И одна из замечательных вещей в этих договорах, это транспондеры, которые используются при испытании ракет, их нельзя шифровать. Что в основном означало то, что мы хотели сказать, «Эй, если вы, ребята, достаточно хороши, чтобы иметь платформу для сбора разведанных рядом с этой ракетой, вы можете собрать все параметры ракеты, чтобы вы могли определить, соответствует ли эта ракета договору или нет». Дело не в том, что русские или американцы предоставляют информацию, но мы говорим, что не собираемся скрывать ее от вас. Мы стараемся быть прозрачными. Так что эти договоры унаследовали очень много прозрачности. Это замечательная вещь. Но большая часть этой прозрачности произошла тогда, когда было ощущение равенства. Это были Соединенные Штаты и Советский Союз, и во многих переговорах условия были перенесены. Но сегодня Соединенные Штаты не уважают Россию. И в американском истеблишменте есть много людей, которые спрашивают, «Почему мы должны им что-то давать? Почему мы должны быть прозрачны с ними во всем, что только ослабляет нас и укрепляет их?» Это абсурд, потому что на самом деле более совершенный стратегический ядерный арсенал находится в руках русских. В 2018 году Путин, по сути, представил целый ряд персонажей нового оружия и сказал Соединенным Штатам, «Я не хотел этого делать. Мы тратим здесь много денег, и это очень дестабилизирует ситуацию. Это опасное оружие, но вы вынудили меня к этому. Я предупреждал вас. Я сказал, не выходите из договора Попра. Не выходите из договора АРСМД. И вы это сделали. Добро пожаловать». Что это была за реплика Аль Пачино в лице со шрамом? Поздоровайтесь с моим маленьким другом. «Так что поздоровайтесь с моим большим другом, ракета Сармат». Вот и все. И вы знаете. А потом он сказал, «Вы меня тогда не послушали. Вы слушаете меня сейчас». И это вопрос, который следует задавать снова и снова всему персоналу американского учреждения по контролю над вооружениями и национальной безопасности. Вы слушаете или просто играете, как те три тупые обезьяны? Ничего не слышите, ничего не видите, ничего не говорите. Это опасная ситуация. Нам нужно вернуть вас за стол переговоров с русскими. Приоритет номер один. Приоритет номер один прямо сейчас – вернуться за стол переговоров с русскими и сделать контроль над вооружениями главным приоритетом с точки зрения стабилизации. Потому что со всем остальным можно разобраться. Энергетические отношения, вы знаете, геополитика и так далее. Ядерная штука – это то, что положит конец миру. И прямо сейчас мы нестабильны в плане наших отношений. Когда дело доходит до ядерного оружия, нам нужно снова стать стабильными. Договоры о контроле над вооружениями являются основой стабильности, и нам нужно вернуться к серьезному контролю над вооружениями с русскими. «Ловец из Германии». Помимо Сунцзы, какую книгу вы рекомендовали бы прочитать начинающему аналитику, которая дает практические рекомендации для аудитории? Это «Ловец, говорящий или пишущий». Скотт написал блестящую книгу о Сунцу, которая очень актуальна сегодня, и за это вам спасибо. Вот оно. «Видение мира. Искусство войны для антивоенного движения». Вам там не хватило места, чтобы вписаться. Бесполезно между движением за мир и антивоенным. Джефф, мы пытаемся найти союзников. Мы не можем этого сделать. Мы указали, что один человек бесполезен, а не все движение. У нас есть надежда. Извините. И поверьте мне, это так. Посмотрите на людей в Эннерборе, штат Мичиган. Я еду туда на три дня, один, второго и третьего декабря. Это движение за мир. Они не бесполезны. Люди в Бостоне, а не движение за мир. Они не бесполезны. Там много людей с благими намерениями. Это просто человек, который застал меня в неудачный день. Поэтому мы сделали из этого большое дело. Хорошо, но любой день был бы плохим с такой информацией. Так что вот в чем дело, Джефф. Не хотите ли вы сообщить ему какие-нибудь новости здесь? Конечно, почему бы и нет? Мы все о последних новостях. Это все. Последние новости. Искусство войны для антивоенного движения за мир было написано еще в то время, когда мы с Джеффом бегали по стране, занимаясь антивоенными вещами. Вот почему мы так хорошо осведомлены, потому что на самом деле мы были внутри. Мы были там. Чувак, мы были там. Мы что-то делали и вложили в это много времени и усилий. Вы хотите поговорить о справедливости пота? Там есть немного справедливости пота. Мы отдали этому все силы, и я написал эту книгу, чтобы она стала своего рода учебником, потому что каждый раз, когда мы куда-то едем, Джефф знает об этом. Люди спрашивают. Что нам делать, Скотт? Что нам делать? А я такой, я не знаю. Я морской пехотинец. Я воюю. Я не воюю за мир. Что нам делать? И, наконец, это было так. Если они собираются задать мне этот вопрос, мне лучше придумать ответ. Поэтому я написал книгу. Я написал книгу. Это был учебник по искусству войны для антивоенного движения. В основном о том, как следовать принципам победы. Потому что одна из вещей, в которой мы с Джеффом сошлись во мнении, заключается в том, что независимо от того, насколько благонамеренным было антивоенное движение, оно проигрывало. Им надирали задницы. Америка шла на войну, а не избегала войн. Эти люди не имели никакого отношения к делу. Они этого не сделали, особенно после избрания Обамы, военное движение Ан просто исчезло. Это было бы хорошо, если бы они были хороши только тогда, когда могли набрать политические очки против Джорджа Буша Младшего. Но после избрания второго Барака Обамы, несмотря на то, что он один из самых воинственных президентов, которые у нас когда-либо были, антивоенное движение просто исчезло. Поэтому я написал эту книгу, и это была хорошая книга, но не для той аудитории. Это не так. Она не нашла отклика. Но прямо сейчас в Америке наблюдается большой активизм. В Америке очень много активности. Поэтому мы с Джеффом собираемся перепрофилировать эту книгу. Я собираюсь издать Nation Books. Книга вышла из печати, поэтому я собираюсь попросить их передать права мне. И я собираюсь переработать книгу так, чтобы это было искусство войны для активиста. И это будет книга, которую я собираюсь подарить Джеффу, и мы собираемся использовать ее как способ продвижения диалога с активистами всех мастей. Не только антивоенные активисты, но и любой, кто пытается сделать что-то, что бросает вызов системе, бросает вызов истеблишменту. Это будет книга, учебник о том, как организоваться, чтобы сделать это. И если вы читаете ее и не смотрите. Одна из вещей, которую я сделал с премией области искусства за антивоенное движение, это то, что я провел пару семинаров и провел мероприятия по выходным, на которых распространялась книга. А затем мы фактически взяли некоторые вещи, о которых я говорил, и прошлись по сценариям. Это был сценарный семинар, где мы говорили о том, как это сделать, и каждый человек, который это делал, говорил, «Вау, это было очень полезно. Это было очень хорошо». Затем они вышли и не смогли это реализовать. Но точно-точно. Это и есть наша цель. Другими словами, они вовсе не бесполезны. И я откопал несколько секунд видеозаписи одного из этих событий. Давайте взглянем на это. Одна из замечательных черт Скотта в том, что он, как правило, позволял мне уговорить его сделать почти все, в том числе пойти в комедийный клуб. Я помню, как однажды вечером он вышел на сцену с пивом в руке. И я думаю, что примерно 11 лет назад вы передавали сообщение, очень похожее на то, что вы только что сказали несколько секунд назад. Взгляните на это и обратите внимание, что он постарел даже не больше, чем, скажем, на неделю. Посмотрите, как это сосредоточено на проблеме администрации Буша и неудачах политики, которые легко сформулировать. Я имею в виду, что я мог бы попросить любого в этом зале сформулировать недостатки администрации Буша, и вы все равно продолжили бы работу через 40 минут. И вам все равно нужно было бы прочитать еще несколько страниц. Но если бы я попросил, не дай бог, демократа или прогрессиста начать отмечать неудачи администрации Клинтона, и вдруг какие-то защитники сказали бы «подождите минутку». С Клинтоном все было в порядке. Клинтон был демократом. Демократ был хорошим. Нет. Клинтон был американским президентом, главой исполнительной власти той же системы и тех системных неудач, которые принесли нам Джорджа Буша-младшего. И это то, что, я думаю, нам нужно понять. Когда мы говорим о неудачах администрации Буша, а их много, это просто симптом болезни, которая уже некоторое время поражает Соединенные Штаты Америки. Черт возьми, у этого парня хорошее пиво. И пиво это оказало на меня дурное влияние. Так или иначе, чем больше вещей меняется, тем больше они остаются прежними. Итак, теперь книга будет перепрофилирована, и вместо того, чтобы предназначаться для, возможно, не такого уж бесполезного антивоенного движения, она будет предназначена для активистов в целом без ярлыка «Вы знаете, что как они себя называют». Любой, кто действительно хочет изменить правила игры. Это здорово. И следующий вопрос из Юго-Восточной Азии от джентльмена, который называет себя азиатским Джеком. Будет ли конец режима в Украине таким же, как закончилась война во Вьетнаме? Массовый хаос, грабежи и истерии в столице Киеве. Прямо как в 1975 году в Сайгоне, когда российская армия вошла в город и потребовала безоговорочной капитуляции. Так ли это будет? Всего второе место. Где это здесь? Индивидуалист? Где мой хрустальный шар? Мне нужен мой хрустальный шар. Потому что нет, дело в том, что я не знаю. Я в этом сомневаюсь. И вот почему. Потому что последнее, чего хочет Россия, это хаос и анархия. Конечная цель русских здесь, добиться деноцификации, демилитаризации и постоянного нейтралитета Украины. Это вы знаете, это отделено от НАТО. Но таким образом, который позволяет Западу, НАТО и Соединенным Штатам, чувствовать себя достаточно комфортно, чтобы сесть за стол переговоров с Россией, чтобы наконец договориться и внедрить эти рамки европейской безопасности, которые Россия продвигала еще в декабре прошлого года до начала войны. Началась специальная военная операция. Когда вы позволяете ситуации развиваться до такой степени, что у вас возникают грабежи, беспорядки и так далее, она выходит из-под контроля. И одна из особенностей неконтролируемых ситуаций заключается в том, что вы не можете предсказать исход. Я думаю, что русские всецело стремятся к созданию предсказуемых результатов, и я имею в виду, что я не думаю, что они позволят этому зайти так далеко. Я не думаю, что это сценарий, который будет закончен Зелинским. Я думаю, что дни Зелинского сочтены. Я думаю, что он несостоявшийся политик в несостоявшемся государстве с провалившимся делом. Я думаю, что самые достойные люди в Украине прямо сейчас, это военные, не связанные с нацистами, профессионалы, которые отдали этому все, чем они были. Мы говорим о равенстве фото в движении за мир. У них есть равенство крови, защищая свою страну. И эти люди заслужили право на уважение украинского народа. И они также заслужили право на уважение своих российских коллег, которые понимают, что эти украинцы могут сражаться. Это те ребята. Я думаю, что они собираются признать, что ситуация непоправима, и я думаю, что в подходящее время они вмешаются и избавятся от Зеленского. А потом они повернутся к русским и скажут, давайте найдем съезд из пандуса. Давайте покончим с этим делом и посмотрим, что произойдет. Владимир Путин выступил с речью на Валдае, а мы... Мы разместили шоу Скотта Ридера на нашем сайте, где я разговариваю с Рэем Макгаверном? Нет. Я продолжаю говорить вам, что они это сделали. О, это верно. У нас проблема с видео. Хорошо, мы с этим разберемся. Но я сделал шоу с Рэем Макгаверном. Я найду способ, чтобы мы могли разместить его на ScottRitaExtra.com, чтобы каждый мог получить к нему доступ. Но Рэй старый сотрудник ЦРУ. Он снова был рядом. Давным-давно. Я совершил ошибку, оскорбив Рэя, сказав. Вы были там, когда подписывался договор РСМД? Сказал он. Нет, Скотт. Я был там, когда был подписан договор по праву. Вы еще ребенок. Вы были в РСМД. Я был в Москве ПО про 1972 года. Так что Рэй работает здесь уже давно, и он отличный аналитик. У него отличная репутация, настолько хорошая, что его включили в команду ежедневных брифингов президента. Он проводил брифинги для вице-президента, госсекретаря, министра обороны по вопросам высшего анализа. И для людей, которые не знают, насколько это важно, это происходит каждый божий день. Самые важные вещи в мире разведки. Он был тем парнем, который водил их в курс дела. Да, он водил в курс дела самого важного человека, потребителя номер один, а значит и президента. Рэй был большой шишкой. Но Рэй, он сказал, вы знаете, когда мы говорим о разведке, особенно с Советским Союзом, советской целью. Многие люди не понимают, что 80% разведанных, на которые мы полагались, были с открытым исходным кодом. В основном мы читаем речи, мы читаем газеты и позволяем этому направлять нас. Поступала какая-то секретная информация, но в основном она просто подтверждала то, что мы уже получили из газет и все такое. И он сказал, что мы научились прислушиваться к словам, которые говорят люди. Люди говорили сами. И когда вы имеете дело с советами и русскими в целом, когда они что-то говорили, это было правдивым отражением реальности, особенно на более высоком уровне. И вот он сказал, что слушал выступления Путина в Балдае, и он сказал, что одна вещь поразила его. Это была не часовая или 45-минутная презентация, которую Путин сделал заранее. Это была часть той четырехчасовой пресс-конференции, на которой если вы следите за Владимиром Путином, вы понимаете, что самая важная информация содержится в пресс-конференции, в вопросах и ответах, а не в подготовленном заявлении. Подготовленное заявление — это что-то вроде закуски. Основное блюдо состоит из вопросов и ответов. И венгерский журналист спросил Рэйри и спросил Путина, а как насчет Одессы? Должен ли я посетить Одессу? И Путин сказал, что чем скорее, тем лучше, подразумевая, что что-то должно произойти. Но затем он заговорил об Одессе и о ней. В основном, Рэй сказал это лучше, так что вот почему вам стоит посмотреть это. Но по сути, он рассматривал Одессу либо как источник всех проблем, с которыми столкнутся Россия и Украина на Западе, либо как источник всех решений, которые станут ключом к решению этой проблемы. Но в любом случае Одесса — это ключ к успеху. Одесса имеет решающее значение. Так, в чем же был вопрос? Джефф, я не знаю. Там речь идет об астерии. Так что я хочу сказать, что я думаю, что Путин, высказывая это, ничего из того, что делают русские, не является небрежным. Я имею в виду, хорошо, они совершают ошибки. Но я говорю, что на этом уровне, вы знаете, Путин не похож на Байдена, где Байден бегает вокруг. И у него есть Багор здесь, Багор там. Сколько раз вы слышали, как Кремль говорит? Президент хотел сказать вот что. Это происходит ежедневно в Белом доме. Президент хотел сказать вот что. Потому что Байден не по сценарию, Путин никогда не по сценарию. Путин говорит, слова имеют значение, и есть причина, по которой он это сказал, и есть причина, по которой он пошел в этом направлении. Я думаю, что он по сути посылал сигнал Украине и Западу о том, что Украина должна решить, как она хочет выглядеть, когда это будет сделано. И Путин говорит, что в то время, как многие люди говорят о том, чтобы мы продвинулись вперед, взяли Одессу, соединились. Эй, я считаю, что это разумный курс действий, о котором я говорю. Я думаю, что это то, что Россия, скорее всего, сделает. Путин просто поставил меня на место. Вот почему вы никогда не слушали аналитиков за тысячи миль и не верили всему, что они говорят. Потому что мы можем ошибаться. Путин сказал, что это может произойти. Но у нас также есть возможность, чтобы Одесса осталась украинским городом. И со стратегической точки зрения, это означает, что Украина, которая выйдет из этого конфликта, даже если она навсегда потеряет эти четыре обелиска. Одесса может стать яблоком раздора или создателем мира. Большое вам спасибо. Я ценю вашу поддержку там. И я говорю это серьезно, потому что мне было трудно точно понять, что он сказал, но так оно и было. Но дело в том, что вы знаете, украинцы могут решить быть жизнеспособной нацией, и единственный способ, которым Украина сохраняет глобальную жизнеспособность, это иметь доступ к морю. Посмотрите на их урожай зерна прямо сейчас. Это приносит им большие деньги. Они являются мировой житницей вместе с Россией. Но как украинское зерно попадает на мировой рынок? Да, они могут отправлять его поездом через Прибалтику в Европу и все такое. Это неэффективно. Лучший способ сделать это, использовать суда из Одессы и других черноморских портов, именно поэтому ООН выступила посредником в этой сделке, чтобы сохранить движение судов. Украина теряет эту возможность второго числа. Они теряют Одессу и теряют доступ к Черному морю, они превращаются в жалкое государство беззначимого экономического потенциала. И так, что сделал Путин, так это поставил там маркер, говорящий украинцам. Какой бы съезд мы ни придумали, вы должны решить, со смыслом это или без смысла. Если вы хотите с Одессой, то чем скорее, тем лучше, потому что в какой-то момент она останется без вас. Я приму это решение за вас. И я думаю, что прямо сейчас генералы говорят, и нам нужна Одесса. И я думаю, что они пойдут к Зеленскому и скажут, мы должны остановить это до того, как русские двинутся на Одессу. И здесь есть время, потому что у русских сейчас обучается от 10 до 15 дивизий, это 200 человек, которые не были задействованы в этой специальной военной операции. И их подготовка когда-нибудь закончится, я полагаю, в конце декабря. Другие люди говорят, что может быть в начале января. Но суть в том, что у украинцев мало времени. И потому, как только эти подразделения войдут, я не думаю, что русские просто приведут их и скажут, эй, садитесь, ничего не делайте. Они по сути перейдут к активным действиям. И один из потенциальных вариантов действий, это, конечно, спуститься вниз и захватить Одессу, а затем продвинуться вверх и воспользоваться каналом Трансистериалин. Соединитесь с Трансистериалом. Так что я думаю, что на этих генералов будет оказано давление, чтобы избавиться от Зелинского. И я думаю, что дни Зелинского сочтены. Я не могу назвать точный срок. Я не могу сказать, что он уедет на следующей неделе, через неделю, но он находится под большим давлением, большим стрессом. И мы уже видим, вы знаете, что главное преимущество Зелинского перед генералами заключалось в том, что Зелинский был тем лицом, которое приносило деньги. Но мы уже видим, как Европа начинает говорить. У нас больше нет денег. Мы не можем дать вам то, что обещали. Некоторые страны говорят, что у нас нет для этого никакой военной техники. Даже Соединенные Штаты большой спаситель. Чеки, которые мы выписываем. Это эй, Джефф, ты хочешь стать миллионером? Я выпишу вам чек на миллион долларов прямо сейчас. Вот так, Джефф, вы миллионер. Привет, Скотт. Здесь дата 2025 года. О, я забыл вам сказать. Вы не получите миллион баксов до 2025 года. Это то, что мы сейчас говорим украинцам. Мы создаем все это оборудование, но вы получите его только через пару лет, потому что нам требуется время, чтобы его построить. Итак, Зелинский потерял свою привлекательность, он потерял свое очарование, и я искренне верю, что генералы будут выдвигаться. Одним из ключевых показателей этого является статья, которая была написана в журнале New Yorker в середине октября, и я написал статью об этом. Я опубликовал ее в консоршем Ньюз, и ссылка на статью есть на scotritarkstrad.com. Посмотрите, Джефф, посмотрите, что я там сделал. Я продвигаю сайт так, как вы меня учили. Я хорошая собака Павлова. Но статьи там нет. Все сходится. Мы соединяем точки над Ай. Но вы знаете, я говорил об этой статье. У вас нет такого автора, как тот, кто ее написал. Мистер Яфа, который хороший писатель, но он не Сеймур Хирш. Он не из тех, у кого есть Rolodex. Я думаю, что они больше не используют Rolodex. Сотовый телефон, по которому он может позвонить президенту Украины и тому подобное. У него есть все источники в мире, которые, если они разговаривают с ним самостоятельно, все нарушают закон. Это вся строго секретная информация, которой он получил доступ по всем направлениям. А это значит, что кто-то решил, что эту историю нужно рассказать прямо сейчас, и они выбрали его в качестве места проведения. И они рассказали историю, которая была призвана повысить авторитет украинских военных, сделать их ответственными игроками. И я думаю, что это неотъемлемая часть общих усилий, предпринимаемых Соединенными Штатами и Европой, чтобы повысить авторитет украинских военных, сделать их игроками и начать видеть, как звезды Зелинского начинают тускнеть. И это так грустно. Очень жаль Зелинского. Кто-то спросил, как мы впервые встретились. Вы хотите рассказать им, или это должен сделать я? Джефф, может быть обнять морского пехотинца-гея на сцене в Техасском колледже, верно? Это абсолютная правда. Я не знаю, заставил ли я вас это сделать, но я это сделал. Вы вывели меня на сцену и подошли, чтобы обнять меня. Я не говорил им обнимать вас, но да, я соединил вас двоих. Но мы познакомились не совсем так. Именно это произошло при нашей первой встрече, верно? Мы встретились из-за Синди Шихан, верно? Верно. Посмотрите на работу мозга. И фильм Роберта Гринвальда тоже часть этого. Он снял фильм под названием «Раскрыл всю правду о войне в Ираке». И я видел, что такие люди, как Скотт, высказывались открыто. А также Рэй МакГоверн, которого мы упоминали чаще. Я думаю, он тоже снимается в этом фильме. Посол Эдпёк. Все эти люди, которые казались очень заслуживающими доверия, высказывались. И я заметил, что их не было в новостях. И я сказал себе, что это неправильно. И я подумал, чем я могу помочь. И в то же время я думал вот о чём. Синди Шин поехала в Кроуфорд, штат Техас, а сын Синди Шин был убит в Ираке. И она хотела встретиться с президентом, а также Рамсфелдом, но они не захотели с ней встречаться. И так произошла очень интересная вещь, в которой участвовал Буш. Президент обычно проводил отпуск в Кроуфорде, штат Техас, а это у чёрта на куличках. Действительно нигде. Совершенно в сельской местности. И владелец недвижимости прямо рядом с его собственностью сочувствовал Синди Ши Хан. И этот владелец недвижимости передал собственность Синди. И вдруг появились активисты движения за мир. Это тот момент, когда мир действительно делал что-то великое. Туда стекались люди со всей страны, как будто это был Вудсток или что-то в этом роде. И я сказал себе, что это отличная возможность. Поэтому я позвонил Роберту Гринвальду, который снял этот фильм, и он дал мне контактную информацию с Коттой и ещё нескольких человек. И моя идея состояла в том, чтобы организовать мероприятия в Хьюстоне, Далласе и Остине, чтобы как бы воспользоваться всем этим волнением, которое происходило. И привлечь больше людей в Кроуфорд. И это именно то, что я сделал, и Скотт в конечном итоге делает. Я думаю, что одно из событий было в Хьюстоне или Далласе. Даллас. Это было в Южном методистском университете. Да, действительно, моя идея состояла в том, чтобы собрать таких людей, как Скотт и другие эксперты, вместе с ветеранами войны в Ираке, а также родителями с Золотой Звездой. Это фраза, которая относится к родителям, потерявшим сына или дочь на войне, и собрать их вместе. Таким образом, у вас есть сочетание опыта, эмоций и всего остального. И это то, что мы сделали. И один из ветеранов войны в Ираке на самом деле был морским пехотинцем-геем. И он был на сцене со Скоттом, и он просто немного полосковел с вами. Вы все же хорошо справились с этим. Я справился. Я был таким. Послушайте, вы все еще встречаетесь с ним или нет? Джефф, не прошу вас говорить мужчине, да ладно вам, все в порядке, все в порядке. Так вот, как мы познакомились. Двигаемся дальше. Нет, этот вопрос. Мы уже это сделали. В ДАД привезли в узел из Тамбова, Россия. Я могу сказать, что советское, а теперь и российское образование превосходит американское. Следствием этого является военное и интеллектуальное превосходство России. Видите ли вы, что американцы переживают кризис второго спутника, снова делая акцент на точных науках? Давайте распакуем это. Я могу сказать, что советское и российское образование превосходит американское. И да, и нет. И да, и нет. Послушайте, никто не собирается сидеть здесь и продавать американское государственное образование как лучшее в мире. Все, что вам нужно сделать, это проехать пять миль отсюда до центра Олбани и посмотреть, что происходит, когда школьному округу не хватает финансирования. Но вы также можете пройти полторы мили отсюда и пойти в центральную среднюю школу Вифлеема, где она хорошо финансируется, и они выпускают несколько высококвалифицированных учеников. Национальные лидеры, которые учатся в отличных университетах, где они, если приложат усилия, могут получить отличное образование, а затем их включат в американскую систему. Мы большая страна. Мы действительно большая страна, и поэтому у нас может быть много недостатков в системе, которых у нас не должно быть. Я лично считаю, что хорошая система образования является фундаментальным требованием как часть нашей национальной безопасности. Когда люди спрашивают, каковы ваши приоритеты в области национальной безопасности? Я говорю, что это образование, здравоохранение, защита инфраструктуры. Оборона — это последнее. Потому что зачем иметь оборону, которая не защищает то, что стоит защищать? А если у вас нет хорошего образования, инфраструктуры, здравоохранения, то, что мы защищаем? Оборонная промышленность? Нет. Так что нам предстоит еще много работы по этому вопросу. Но я думаю, что вы недооцениваете Америку, чувак. Мы отправили парня на луну. Да, у нас был фон Браун, нацист, помогавший нам, но у нас все еще были американские ученые, занимавшиеся этим. И мы все еще делаем удивительные вещи. Мы являемся технологическими лидерами во многих областях. И когда мы применяем свои силы, мы можем сочетать компетентность с ресурсами, с организационными навыками. Потому что, эй, это не значит просто быть умным. Я знаю, что русские умны, но вы знаете, особенность капитализма, помимо того, что он создает много бездомных, заключается в том, что он спроектирован так, чтобы быть очень эффективным. Потому что эффективность — это деньги, детка. И когда вы поднимаетесь на такой уровень, это очень эффективно. У нас хорошие организационные навыки. В то время как Америка совершает много ошибок, и мы делаем много вещей неправильно, мы многое делаем правильно. Есть причина, по которой мы Соединенные Штаты Америки, и мы находимся в том положении, в котором находимся. Потому что мы заслужили это, будучи действительно-действительно хорошими в том, что мы делаем. Мы также очень-очень плохи в некоторых вещах, которые мы делаем. Вот почему мы с Джеффом ездим по стране. Мы не поем дифирамбы этой стране. Мы критикуем плохую политику. Но я думаю, что вы оказываете себе плохую услугу, делая подобное общее заявление. В Америке есть система образования, которая способна выпускать одних из самых квалифицированных специалистов в мире в достаточном количестве, чтобы обеспечить Америке конкурентное преимущество в течение некоторого времени. Тем не менее, я также скажу, что мы полностью игнорируем реалии советской российской системы образования. Позвольте мне, давайте посмотрим, что именно. Вот здесь это гироскоп. Он не работает. Значит, все вы технологи в ФБР, верно? И я говорю, о боже мой, у него есть российская ракетная часть. Это не работает. Она была депрограммирована. Мне разрешено это иметь. Но я разобрал эту штуку на части. На самом деле это была небольшая военная история. Джефф, иракцы послали парня в Россию в 1990-х годах и сказали ему, что им нужно получить детали наведения и управления, которые можно использовать в секретной ракетной программе, в программе создания ракет малой дальности. А он пошел и в мафию. Русская мафия свела его с людьми, которые разбирают стратегические ракеты. И это от советской ракеты, запущенной с подводной лодки. Они разбирают это в рамках договора СМВ, и детали должны быть уничтожены. Но они пошли туда, и они смогли достать некоторые из этих деталей, упаковать их и отдать иракцу со словами, «Эй, возьмите их, сделайте это, или отнесите сюда. Там есть палестинский посредник. Отвезите его в Ирак». Я узнал об этом и перехватил это в Иордании. Это была одна из моих великих побед в качестве инспектора по оружию, но некоторые из них прорвались и были выброшены в реку, когда мы это обнаружили. И это те, за которыми мы послали водолазов в реку. Так вот оно что, один из гироскопов. Но я разобрал это на части и посмотрел на него, и мы поручили ЦРУ оценить его из всех людей. И это почти та же самая технология, которая отправила человека на Луну. Этот гироскоп, когда вы разбираете его и смотрите на то, что происходит внутри, по сути, является почти точной копией гироскопа, который использовался для доставки ракеты Сатурн на Луну, и это впечатляет. Технология. И дело в том, что вы смотрите на нее, и балансировка заключается в том, что когда вы вращаете этот гироскоп, он вращается вечно, но все это сбалансировано вручную. Вы смотрите на это, и вы видите, что где-то есть оператор, который сидит там и смотрит, как это делается. Маленькие сверла старой школы из нужных мест, чтобы все было идеально сбалансировано. Этого набора навыков у нас нет. Русские очень хороши. Они занимаются фантастической теоретической наукой и решили некоторые проблемы в своих ракетах. Вы знаете, что когда мы смотрим на них сейчас, мы спрашиваем, вау, как они до этого додумались, почему они это сделали, и это работает. Таким образом мы все время недооцениваем русских. Мы сидим там и думаем, о, они просто русские в Водкинзе. Когда я впервые приехал в Водкинз, вы приходили на фабрику, и они все чинили. Я видел фотографии, но наружные стены, бетонные стены накренились, и они укрепили их здесь. Так что стены рушатся, и вы просто ходите вокруг. Это похоже на обветшалые вещи. А потом ворота открываются, и оттуда выезжает поезд, а внутри поезда находится самая современная ракета в мире. И вы просто спрашиваете, как черт возьми, они произвели то-то и то-то. Ведь Советы и русские довольно хороши. Они очень способны. Так что мы оказываем себе медвежью услугу, не уважая их. Так что я не думаю, что Америке грозит кризис со вторым спутником. Я думаю, что нам грозит второе оружие. Потому что вы помните, что после того, как спутник вступил в гонку вооружений, первого у нас был разрыв в бомбардировщиках. Тогда у нас был разрыв в ракетах. И тогда мы просто сошли с ума, производя ракеты за ракетами, за ракетами, за ракетами разных типов, более крупными ракетами, с несколькими боеголовками. И именно там мы сейчас находимся, где обе стороны обладают огромным потенциалом. И они готовятся применить весь этот потенциал в гонке вооружений, которую не следует вести. И поэтому я думаю, что мы имеем дело не со вторым спутником, а с новой гонкой вооружений. И надеюсь, когда мы вернемся к ответу, который я дал на ранний вопрос, мы сможем сесть за стол переговоров и пресечь эту затею. Нам не нужно тратить триллион долларов на производство оружия, у которого нет другой цели, кроме уничтожения мира. Линда Спак из Лонг-Айленда, Лонг-Айленд, недавно полковник Дуглас Макгрегор немного встревожился по поводу возможного вторжения коалиции добровольцев во главе с США в Украину. Вы согласны с ним в этом предположении или находите его немного глупым? Нет, речь шла о сапогах на земле. Это вроде как да, я вроде как ответил. Во-первых, я никогда не нахожу ничего из того, что говорит Дуг Макгрегор глупым. Он полковник. Он был на очень высоком уровне, и я уважаю это. Я уважаю его резюме и уважаю его аналитические способности. Поэтому я не собираюсь говорить, что полковник Макгрегор глуп. У него есть свое мнение. Я просто не верю, что Соединенные Штаты, во-первых, если разобраться, коалиция желающих, о которой мы здесь говорим. О чем мы говорим? И я думаю, что он обсуждал это и сломал это. Это Соединенные Штаты, Польша и наша молодежь колледжа, самые глупые дети, когда-либо окончившие колледж. Вы не закончили школу в 1984 году вместе со мной, потому что, поверьте мне, мы бы дали им побегать за их деньги. Мы тоже были довольно глупы, потому что мы учились в колледже. Люди спрашивали, вы изучали историю? Историю России? Скотт, вы должно быть великий русский историк. Я пил пиво и играл в футбол, а когда я этим не занимался, я изучал историю и изучал русский язык. Но студенты колледжа есть студенты колледжа. Вы получаете то, что применяете. И я думаю, что это неправильно, иметь такое огульное осуждение. Как я уже сказал, в колледже есть много образования, и если вы подадите заявление сами, вы получите это образование. Вы преуспеете. Не имеет значения, в каком десятилетии вы были, когда это произошло. Это просто так. Вернемся к МакГригору. Ни поляки, ни румыны не обладают военной мощью, достаточной для того, чтобы создать военный потенциал для крупномасштабных наземных боевых наступательных операций. И если бы они попытались это сделать, их бы убили. У американцев нет достаточной структуры вооруженных сил, у них нет правильного состава сил, и у них нулевой коэффициент устойчивости для современной войны. Теперь мы узнали, что, например, расход артиллерийских снарядов производится гораздо большими темпами, чем когда-либо предполагалось. И мы опустошили себя, отдав украинцам много наших боеприпасов. У нас недостаточно средств. Сейчас, я думаю, они говорят, что через две недели у нас могут закончиться боеприпасы, а наша оборонная промышленность не готова их заменить. Так что же собирается делать эта коалиция желающих? Давайте просто предположим, что у нас все получилось. Они справились вместе. 50 военнослужащих. Я думаю, именно об этом говорил полковник МакГрегор. 50 русских готовится выставить 200 человек на поле боя в дополнение к тем 200, которые у них уже есть. 50 — это ваш кайф, а не полковник МакГрегор. Люди, которые продвигают его идеи? Нет, этого просто не произойдет. И они опрашивают румын. Когда Румыния в последний раз переходила в наступление? Эй, Румыния, почитайте учебник истории. В последний раз, когда вы входили в Украину в составе коалиции, это была Вторая мировая война, и вас ребята убили. Хорошо, значит, это то, что случится с вами снова. То же самое и с опросами общественного мнения. Это просто абсурд. Кто? У них нет защиты по пятой статье. Так что же, когда они войдут туда, это коалиция вендлингов, которая защищает Америку. Америка бесполезна в Европе без НАТО. Да, мы своего рода большой кулак, но НАТО это орган, который позволяет кулаку быть эффективным. У нас больше нет 300 военнослужащих в Европе. У нас 6080 человек без какого-либо фактора устойчивости. Подкрепление далеко. Ни один ответственный лидер не отправил бы американские войска в Украину, основываясь на том, что мы развернули прямо сейчас, и в основном при поддержке румын. Которые не знают, как сражаться, и поляков, которые могут думать, что они знают, как сражаться, но у них недостаточно возможностей для борьбы. Если вы соберете этих троих вместе, это приведет к катастрофе. Поэтому я думаю, что здесь произошло то, что полковник Макгрегор реагирует на заявления, сделанные генералом в отставке Петреусом. Дэвид Петреус, четырехзвездочный генерал, прославившийся своими ролями в Афганистане и Ираке, говорит вам кое о чем. Прославившийся двумя проигрышными делами, а затем он был кратковременным директором ЦР. Петреус выдвинул эту идею коалиции. Желающие выдвинули ее там. И вы знаете, люди говорят, и я согласен, что он не сделал бы этого, если бы кто-то ему не подсказал. Но я думаю, что он по сути просто запустил пробный шар, чтобы посмотреть, какова будет реакция, и, возможно, выбросить какую-нибудь дезинформацию, чтобы заставить русских гадать. Итак, русские собираются подождать минутку. Они собираются войти? Нужно ли нам перераспределять ресурсы, чтобы мы могли справиться с 50 войсками? И если да, то с русскими будет глупо не обратить внимание на это заявление. Но это нереально. Этого просто не произойдет. С политической точки зрения этого не произойдет. Джо Байдену был бы объявлен импичмент, если бы он это сделал, потому что он, по сути, вводит американские войска в войну. Закон о полномочиях в войне касается реагирования на неминуемую угрозу Соединенным Штатам. И мы уже говорили, что вмешательство России в Украину не является неминуемой угрозой Соединенным Штатам. Мы уже так внезапно выдвинули это условие. Это сейчас. Теперь это неизбежно. Что сделало это неизбежным? Выделил ли Конгресс это? Вы бросаете американские войска в потенциальную Третью мировую войну и не проконсультировались с Конгрессом. Это рекорд для импичмента, особенно с приходом республиканцев, так что я не думаю, что это произойдет. Хорошо. Эй, Тори, я уже спрашивал, может ли кто-нибудь назвать лучшую группу мира в стране, и я увидел один комментарий, в котором говорилось розовый код. Это она или кто-то другой? Я высветила несколько изображений на экране. Это было похоже на Грин Пис или Армию Спасения. Там было что-то такое. Там было много людей. Спасение. Хорошо, я пропустил это. Извините. Армия Спасения. Да, это еще смешнее, чем Джефф. Вы знаете ответ? Я знаю, что действие за мир утверждало, что они были самыми крупными, основываясь на количестве отделений членов, которые у них были. Сегодня я зашел на их веб-сайт. Они больше не заявляли об этом так, что я не знаю. Потому что какой-то неназванный человек в соседнем штате Нью-Йорк подорвал их доверие. Хорошо, я думаю, вы только что раскрыли организацию Peace Action. Это кстати. Мне действительно нравятся эти ребята, и они кое-что сделали. Они занимаются кое-какой законодательной работой. У них есть определенное влияние в мире лоббирования. Они не просто маршируют вокруг и посылают кумбаю, но это ужасное название «Мирная акция». И именно поэтому никто о них не слышал. Удивительно, что никто не слышал о главной группе сторонников мира в Америке «Мирная акция». Им пришлось сменить название «Планируемое родительство». Независимо от того, выступаете ли вы за жизнь или за выбор, это хорошее название «Люди». Люди помнят его. Они не называют себя, знаете ли, группой по борьбе с абортами и рождаемостью, что было бы своего рода мирной акцией, своего рода эквивалентом этого. Я просто спрашиваю, так что же им делать? Давайте проведем ребрендинг прямо сейчас. Джефф, как они должны называться? Я не знаю. Похоже, что Коуд Пинк в чем-то поэтичен, креативен. Что-то в этом роде. У меня нет никаких конкретных предложений. Почему бы просто не быть правдой и все такое? Назовите их Кумбай. Кумбай. Да, верно. И если они смогут придумать хорошее имя за 50 лет, не ждите, что я сделаю это за 10 секунд. Поехали в Майами. Джейсон, в чем разница между российской мотострелковой дивизией и российской танковой дивизией? И достаточно ли способны белорусские вооруженные силы самостоятельно сражаться с Украиной или даже Польшей? Во-первых, белорусские вооруженные силы это дееспособные вооруженные силы. Это вооруженные силы, которые в значительной степени полагаются на призывников и часть их техники на поколение старше, чем техника, поставляемая русскими. Но русские находятся в процессе предоставления украинцам нового оборудования и открывают совместные учебные центры, чтобы не украинцы, а белорусы. Таким образом, белорусские военные теперь будут тренироваться бок о бок с русскими, так что у них есть совместные оперативные процедуры. И это очень важно, потому что в любом будущем конфликте Беларусь будет действовать не в одиночку. Рядом с ними всегда будет российское подразделение. И поэтому вы никогда не будете воевать с Беларусью в изоляции. Являетесь ли вы Польшей или Украиной, НАТО, странами Балтии? Это новая реальность. Ребята, вы облажались. Вы облажались. И теперь Беларусь является частью союза с Россией, в котором есть военная составляющая. В настоящее время в Беларуси действует постоянная группировка российских войск, и они интегрируются со своими белорусскими военными партнерами. Так что, чтобы вы не думали о военном потенциале Беларуси, до этого все кончено. Поэтому всякий раз, когда белорусские войска выходят на поле боя, к ним присоединяется русский, и они собираются надрать вам задницу, особенно если ваше имя Польша или Украина. У ваших вооруженных сил нет никаких шансов противостоять этим силам. Вот и все. А теперь скажите, в чем разница между мотострелковой или танковой дивизией и танковой дивизией. По сути, основная российская дивизия имеет треугольную форму. Некоторые из них становятся квадратными. Я имею в виду треугольную. У вас есть три основных маневренных подразделения, которые иногда являются полками. Теперь они ввели дополнительную бригаду, которая у них есть. Например, 150-я мотострелковая дивизия состоит из трех полков и приданной ей бригады. Но мотострелковая дивизия будет состоять из двух мотострелковых полков, которые, по сути, идея состоит в том, что боевая машина пехоты, которая перевозит пехоту и имеет ограниченную огневую поддержку, является компонентом номер один. А затем танковый полк, где у вас много танков. Но танковый полк – это не чистые танки. Опять же, танковый полк будет состоять из двух танковых батальонов и мотострелкового батальона. А мотострелковые полки – это два мотострелковых батальона в составе танкового батальона. Таким образом, бронетехника и боевые бронированные машины интегрированы. Это просто вопрос того, что у вас в приоритете. В танковой дивизии будет два танковых полка и мотострелковый полк. А в танковых полках снова будут два танковых батальона и мотострелковый А затем в мотострелковом полку два мотострелковых батальона и танковый батальон. Так что это просто вопрос большего количества танков. Танковые дивизии считаются бронетанковым кулаком. Это будет главным. Итак, вы собираетесь послать мотострелковую дивизию, чтобы как бы подготовить поле боя. Передвиньте ее, разомкните линию и так далее, чтобы танковая дивизия могла пробиться вместе с оставшимися. Или мотострелковое подразделение в качестве резерва, чтобы либо дополнить атаку, либо помочь использовать атаку и так далее. Но танки это ваш большой бронированный кулак. Мотострелковые полки это рабочая лошадка. И помните, что все они поддерживаются огромным количеством артиллерии, что отличает русских от Соединенных Штатов. Прямо сейчас у нас в Европе есть бронетанковая бригада, которая располагает 18 самоходными артиллерийскими установками и одним батальоном. Теперь к этому добавляется дивизионная артиллерия и основная артиллерия. Но суть в том, что эта бригада из нескольких сотен танков имеет 18 самоходных артиллерийских орудий, тогда как в их российском эквиваленте у вас будет около 100. Это преимущество почти 10 к 1. На самом деле у меня проблемы с математикой. Давайте посмотрим. 18 и 100. Это преимущество почти 5 к 1. В любом случае, я ответил на вопрос? Я думаю, что ответил. Я думаю, что да. Кстати, я хочу упомянуть ветеранов за мир. Они крутые парни в Илуме. Это хорошая группа за мир. Ветераны за мир. Я с нежностью вспоминаю, как много лет назад вы были их основным докладчиком на национальном съезде. Я был там. Я был там. Это было где-то на Среднем Западе. Это был Мичиган или Милуоки. Вы помните, где это было? Мальчик? Нет, я не помню. Хорошо, это где-то было. Это было на Среднем Западе, но я думаю об этом. Я думаю, что где-то в Мичигане или Висконсине. Да, хорошо, Гата. Или Гата, или Гата. Может быть, Монтана 1833 года рождения. Привет, Скотт. Привет. Вы собираетесь в корпус морской пехоты? Этот голос. Это мой голос, идущий на бал. Вы собираетесь на бал корпуса морской пехоты в этом году? Семпер, фи, вау. По-видимому, вы никогда не были на балу корпуса морской пехоты, и если бы вы начали так разговаривать, то никогда бы не вышли с бала корпуса морской пехоты. Так почему же они называют это бал? Разве это не бал по определению? Что-то вроде «Здравствуйте, мы на балу». Золушка. Бал в честь дня рождения корпуса морской пехоты, это праздник, на который морские пехотинцы приводят своих вторых половинок. В прежние годы это означало женщин либо вашу жену, либо вашу подругу, либо вашу любовницу. И вы привели их на бал по случаю дня рождения корпуса морской пехоты, и это был шанс для всех принарядиться, а для мужчин посидеть без дела и просто напиться. Потому что мы поднимаем тост запавших, запавших, за ваш нос, за ваш нос. А женщины откидываются на спинку стула и спрашивают, почему они не танцуют с нами. Мы все хорошо оделись, а они сидят там и напиваются. И вы знаете, а потом они идут домой и дерутся. И это замечательно. Это создает настоящее братство людей, которые ненавидят друг друга. Бал это замечательный праздник. Центральным элементом бала, конечно же, является демонстрация торта, что является большой традицией. Вы выносите праздничный торт, а затем самый старый подарок морского пехотинца и самый молодой подарок морского пехотинца выходят вперед и в центр. Кто-нибудь читает послание коменданта. Затем старший морской пехотинец разрезает торт и протягивает кусочек самому молодому морскому пехотинцу, который съедает торт. А затем удостоверяется, что торт пригоден для употребления. Объявляется, что торт пригоден для употребления. Торт не разрезан, и морские пехотинцы едят его. А затем они продолжают пьянеть еще больше. Прелесть бала морской пехоты в том, что везде, где есть два или более морских пехотинца, будет бал по случаю дня рождения. А это значит, что морские пехотинцы будут искать друг друга. Я был на празднике, где были только я и еще один морской пехотинец, и у нас был торт. И мы разрезали торт, и я съел торт, и мы прошли через это вместе. Мяч может быть таким большим, как вы можете себе представить. В Вашингтоне, округ Колумбия, раньше сдавали в аренду отель Шеридон, и я был в паре таких, и вы входите, а он просто огромный. Повсюду морские пехотинцы, много генералов. Так что, когда вы такой младший парень, как я, вам не захочется туда идти, потому что трудно напиться перед генералами. Вы как бы выставляете себя дураком. Вы хотите тусоваться с людьми вашего ранга, чтобы напиться и раствориться в толпе. Но на балах, по случаю дня рождения корпуса морской пехоты, используется много алкоголя. Если вы еще не поняли, звучит очень по-мужски. Так вы собираетесь пойти на бал в этом году? Если бы я собирался пойти на бал, я бы пошел вчера, потому что это был день рождения корпуса морской пехоты. Но нет, я не собираюсь этого делать. Я не пойду на бал в честь дня рождения. Я собираюсь отпраздновать это событие сам с собой. Я уже это сделал. Я был самым старым морским пехотинцем и самым молодым присутствующим морским пехотинцем, и я подарил себе кусок торта, и я счел его пригодным для употребления. И я пожелал себе счастливого 247-летия со дня рождения. Тогда все в порядке. Гвидой из Швейцарии. В чем значение обзора ядерной политики США на 2022 год? Это НПР. Я ошибочно подумал, что это национальное общественное радио и предыдущий подкаст, потому что я идиот. А что изменилось по сравнению с предыдущим выпуском? Главное в обзоре ядерной политики 2022 года, это то, что он разоблачил Джо Байдена как бесстрашного лжеца, просто и ясно. Видите ли, Джо Байден баллотировался на платформе, которая гласила «Я не такой, как Дональд Трамп». И видите, Дональд Трамп занял предыдущее, давайте вернемся назад, всего второе место. А во времена администрации Буша это был Джорджу. После 9.11 Буш решил, что это плохая идея, проводить ядерную политику, в которой говорится никакого первого удара, что Америка просто собирается рассматривать свои средства ядерного сдерживания так, «Если вы нападете на нас, мы нападем на вас», — сказал он. «Зачем нам создавать все это оружие, если мы не собираемся его применять? Участвовал ли я когда-нибудь в соревнованиях по армрестлингу во время службы в морской пехоте?» «У меня есть история об этом». «Да, ответ да». «Короткий ответ да». «Длинный ответ, черт возьми, да». Итак, Буш начал это, и он, по сути, изменил обзор ядерной политики, чтобы использовать такого рода теорию безумца. Если вы помните Ричарда Никсона во время войны во Вьетнаме, пришло время выйти из него. Они пытались заставить северных вьетнамцев сесть за стол переговоров в Париже, а северный Вьетнам проявить сдерживость. И поэтому Никсон сказал, «Дайте им знать, что я собираюсь бросить на них ядерную бомбу». «Я сумасшедший человек. Я сумасшедший. Я могу просто сделать это». «Пусть они думают, что я собираюсь это сделать». Поэтому они должны сесть за стол переговоров. И они это сделали. И поэтому то, что сделал Буш, это сказал, по сути сказал, «Мы хотим, чтобы люди гадали. Мы хотим, чтобы здесь была некоторая двусмысленность. Чтобы мы потенциально могли применить ядерное оружие в неядерном сценарии. Оружие массового уничтожения кибератакой. Практически все, что мы решим, в любое время, когда мы решим против кого-либо. Мы решаем, держа мир в заложниках американского ядерного арсенала». Так вот, Барак Обама выступил с трибуны, на которой сказал, «Это безумие». И Барак Обама был прав. Но в течение восьми лет Барак Обама ничего не делал, чтобы изменить эту безумную политику. Его ядерная позиция осталась прежней, потому что Барак Обама узнал суровую правду о том, что очень трудно изменить американскую ядерную политику. Потому что существует американский ядерный истеблишмент, который шантажирует всех страхом. И мы тратим миллиарды, если не триллионы долларов, на разработку этого оружия и этой инфраструктуры. Они распространились по всей стране, так что есть сенаторы и представители Конгресса, которые обязаны своим местом исключительно франшизе в области ядерной обороны. И вы просто не можете сидеть сложа руки и говорить, «Я собираюсь это изменить, потому что все давление в мире усиливается». И тогда демократическая партия в случае Обамы говорит, «О, мы не можем этого сделать, потому что мы потеряем несколько мест. И нам нужны эти места». Так что Обама не мог этого изменить. Затем пришел Трамп, и Трамп просто удвоил свои усилия. Он сказал, «Черт возьми, да, мы собираемся сохранить эту штуку и расширить ее. Мы можем взорвать любую ядерную бомбу. Мы верим, что можем сражаться и выиграть ядерную войну». Это была фишка Дональда Трампа. Ядерная боеголовка малой мощности, эскалация для деэскалации. Мы собираемся сбросить на них ядерную бомбу, отпугнуть их. Мы можем справиться с ядерным конфликтом. И Байден поступил так по праву. Это безумие. И поэтому он сказал, «Когда я стану президентом, так и будет». Я собираюсь одобрить доктрину единственной цели, означающую, что единственной целью ядерного арсенала Америки является сдерживание. Вернитесь к старой школе, взаимно гарантированной осмотрительности. Если вы примените ядерное оружие против нас, мы собираемся применить ядерное оружие против вас. И это причинит вам сильный вред. Потом он стал президентом, а теперь опубликовал свой отзыв. Это та же политика, что и у Джорджа Буша-младшего, та же двусмысленность. Ничего не изменилось. Джо Байден лжец. Ядерный истеблишмент контролирует ситуацию. Вот почему я написал книгу под названием «Король скорпионов». Она о пристрастии Америки к ядерному оружию. Мы не можем избавиться от этой пристрастии. Мы в буквальном смысле этого слова. Мы не можем избавиться от него. Это наш героин, и мы просто продолжаем сжимать его в своих объятиях. Я пытаюсь. Это только что заставило вас замолчать. Нет, у меня просто было немного бревенчатого джема. Скорее всего, это не то, но что-то в этом роде из махины Таити. США оккупировали один из наших островов с 1942 года и не хотят отдавать его обратно, цитирую по соображениям национальной безопасности. Как вы думаете, это потому, что мы находимся на полпути к Китаю или в игре что-то другое? Будет ли остров когда-нибудь возвращен? Я предполагаю, что он говорит здесь. Я тот человек. Я думаю, что это женское имя. Я чувствую, что от него исходит женская атмосфера. Мужчина. Вы же не хотите разозлить Таитянку. Они надерут вам задницу, если вы ошиблись в догадке. Я скажу, что этот Таитянин — это человек. Они говорят о западном Таите, потому что это американец. Я не знаю. Я не знаю, о каком острове идет речь. Честно говоря, я должен провести на нем исследование. И я имею в виду, что если мы взяли его в 1942 году... Я не думаю, что это потому, что мы предсказывали, что Китай станет экономическим центром в 2023 году. Я думаю, мы сохранили его, потому что Тихий океан — это наш задний двор. Именно так мы на это и смотрим. И поэтому мы сохранили его как потенциальную военную базу. Или в первую очередь это все. Если речь идет о национальной безопасности, то речь идет о военной базе. Я не знаю, какая военная база у нас на Таите. Я действительно должен поехать и провести кое-какие исследования по этой базе. Я знаю, что у нас есть американская СМА, но я не уверен. Джефф, можем ли мы поставить небольшую отметку на этом вопросе, и мы сможем ответить на него в раунде молнии? Хорошо, мы рассмотрим ситуацию на Таите. А теперь давайте отправимся в Нью-Дели, не так ли? У Камаля очень лаконичный вопрос, можно даже сказать лаконичный. Возьмет ли Россия Киев, и если да, то когда? Позвольте мне ответить на вопрос так. Я считаю, что военная составляющая того, что происходит прямо сейчас, будет завершена к концу лета, началу осени следующего года. Война закончится. Я верю. Тогда у нас будет определенный период времени, чтобы навести порядок в мире. Я имею в виду любые дипломатические договоренности, денатификацию, демилитаризацию, оккупации, которые займут месяцы спустя. Но я думаю, что война закончится к концу лета, началу осени, потому что я не могу. Я не могу придумать никаких расчетов, по которым украинцы смогли бы выдержать такой уровень боевых действий. Или что с ними будет, когда войдут 200 военнослужащих, они просто перемерют их насквозь. Украинцы. НАТО не может предоставить достаточно войск, достаточно техники, а Украина не может предоставить достаточно подготовленных войск, чтобы быть в состоянии остановить неизбежность военного поражения. Я также верю, что в какой-то момент украинские военные проснутся, признают неизбежность этого поражения и решат мешаться, чтобы остановить полное уничтожение Украины как национального государства. А я Бора-Бора Таити. Я бывал на Бора-Бора. Я не знал, что это американская база. Таитянские женщины более вероятны. Я тоже согласен с этим утверждением. Кстати, я вырос на Гавайях. Одна из причин, по которой я улыбаюсь, заключается в том, что я вырос на Гавайях, где белые люди составляли меньшинство, а жители Тихоокеанских островов присутствовали очень часто. А самоанцы и таитяне, как известно, очень большие и крепкие люди. И когда я учился в пятом классе, у меня была подруга самоанка, которая была такой. Я не хотел, чтобы она была моей девушкой. Она решила, что я буду ее парнем, и она. Она будет следовать за мной повсюду, вы знаете, во время перемены. И она тоже была моей защитницей, потому что она была буквально шести футов ростом. И я говорю о том, что в пятом классе она была большой, мускулистой девочкой. О боже, она бы трахнула вас в мгновение ока. И я говорю не в хорошем смысле. Я говорю о гуме. И я видел, как она это сделала, потому что я был белым парнем. Я всегда участвовал в драках. Я участвовал по меньшей мере в трех драках в день. Это не преувеличение, но она была моим телохранителем на детской площадке. Всякий раз, когда местные жители решали, что пришло время подраться с белым мальчиком, она приходила и просто чистила их часы. Так что не связывайтесь с таитянками или самоанками. Хорошо, меня предупредили. О, вас согрели. Хорошо, я думал, вас предупредил кто-то другой. Я думал, вы ловите на себе тот же тайный взгляд, что и я. Это говорит мне заткнуться. Это плохая история. Но на чем мы остановились? Бора-бора, Таити. О, Киев. Я не думаю, что русским придется сражаться в битве за Киев, как они это сделали в битве за Берлин. Я не думаю, что будет еще одно нападение на Киев. Я думаю, что Киев падет не от нападения России, а от рук российских переговорщиков. Вы придете и будете вести переговоры с любой военной хунтой, которая сменит Зеленского, и у них все будет мирно. И я даже не думаю, что русские собираются устраивать парад победы в Киеве. Я не думаю, что русские хотят поставить людей в неловкое положение. Я думаю, что русские собираются сделать все необходимое для достижения целей специальной военной операции по деноцификации и демилитаризации. И я не думаю, что это будет связано с нападением на Киев. Хорошо, давайте поедем в Бризбен, Австралия. Пакуйте чемоданы. У Кристофера Добби есть вопрос. Я видел, что президент Путин не собирается баллотироваться на G20, что, я думаю, хорошая идея, учитывая, что я боюсь, что он будет убит. Тем не менее, что произойдет, если они действительно осуществят такой план? Потенциально ядерная война, это было бы большое дело, и именно поэтому я не думаю, что кто-нибудь решился бы на это. Я не думаю, что Путин не поедет на Бали в Индонезию на саммит G20, потому что он боится. Я думаю, что Путин очень рациональный человек, и вот что произойдет, если мы отправимся на саммит Большой двадцатки. Он станет центром внимания. Все будут в центре внимания. Мы собираемся встретиться с Путиным, мы не собираемся присутствовать на этой сессии, потому что там Путин и все такое прочее. И хотя это может быть мило в течение недели, когда Путин попадает во все заголовки газет, Путин не занимается тем, чтобы попадать в заголовки газет. Русские находятся в процессе переговоров о мягком выходе Европы и Америки из этого кризиса, потому что Россия победит. И русские должны обеспечить, чтобы, когда они победят, они могли усадить всех за стол переговоров о своей цели номер один, которая является основой европейской безопасности. Для того, чтобы сделать это, русские должны воспользоваться некоторыми возможностями, которые предоставляют Соединенные Штаты и Европа, поскольку они признают, что их политика терпит неудачу. Таким образом, человек, который должен воспользоваться этим, это Лавров. Лавров будет ведущим человеком. Лавров будет присутствовать на этих встречах. Люди будут встречаться с Лавровым. Это не вызовет таких противоречий, как встреча с Путиным. Поэтому Путин останется в стороне, чтобы можно было сделать реальную работу. Я думаю, что это очень благоразумный шаг, и я думаю, что он демонстрирует уровень зрелости, которого, как вы знаете, не хватает сегодня нигде в мире. Хорошо, мы едем из Австралии в Австрию, и вы, возможно, не знаете этого парня, но это совершенно другая страна. Хотя звучит очень похоже. Спасибо вам, Джен. Вот почему мы такие хорошие друзья, потому что вы поддерживаете меня на честном уровне, когда речь заходит о таких важных фактах, как этот. Да, это было важно, к вашему сведению. Норберт из Вены спрашивает, как много вы знаете о группе русик и предполагаемом неонацистском военном подразделении, воюющем на стороне России? Очень трудно найти достоверные источники об этой группе. Я ничего не знаю об этой группе, поэтому мне придется провести некоторые исследования. Грег из Японии спрашивает, империя США пытается ослабить Россию с помощью опосредованной войны на Украине. Разве геополитическим ответом империи зла не было бы, если бы Россия оказала достаточную поддержку Сирии, чтобы ослабить незаконно оккупирующие силы США? Отношения? Этот вопрос просто пропитан отношениям, не так ли? Нет, я понимаю, к чему он клонит. Но нет. Посмотрите, мы из тех стран, которые на самом деле платят украинцам щедроты за убийство русских. Мы буквально делаем это. Россию обвинили в том, что она платит талибам щедроты за убийство американцев в Афганистане. Россия этого не делала, потому что Россия действует по-другому. Россия здесь не играет в игру с нулевой суммой. Россия не обязательно побеждать, или я имею в виду, что им не обязательно побеждать, а вы проигрываете, чтобы это был хороший результат. Россия на самом деле верит, что возможно лучший исход, это победа обеих сторон, что Россия за столом переговоров. Россия не стремится заменить Соединенные Штаты, так что это не значит, что Россия должна зеркально отражать все, то, что делают Соединенные Штаты. Работа России состоит в том, чтобы справиться с кризисом, добиться удовлетворительного результата, а не отвечать оскорблениями на американцев. Вы убили российских военнослужащих. Мы собираемся убить ваших военнослужащих. Нет. Сирия — это проблема, которая решится сама собой. И помните, России нужно, чтобы Сирия управлялась таким образом, чтобы решить эту проблему. А убийство американцев может только заставить американцев удвоить усилия в Сирии. Теперь вы усложнили проблему. Чего вы хотите так это, чтобы американцы убрались из Сирии? Значит, вы этого хотите. И вы хотите вывести их таким образом, чтобы сирийское правительство могло более эффективно управлять ими, чтобы они не оказались в вакууме власти, когда ворвутся курды или турки. Это очень сложная ситуация в Сирии, которой русские стремятся эффективно управлять, и они не собираются попадаться в ловушку, мы должны убивать американцев в Сирии. Потому что они убивают американцев или русских в Украине. Русские так не думают. По крайней мере, я не верю, что они так думают. Я не звонил в Кремль сегодня утром. Я должен был бы выяснить, думают ли они так же. Но у меня нет горячей линии туда. Это чисто междугородний анализ, и я могу сильно ошибаться. Но я так не думаю. К тому же эти большие временные изменения настоящие, сука. Имран из Кипы Триэл, Джефф, Кипы Триэл. Имран с Балкан, что вы думаете об идее сионистского проекта по созданию еврейского государства на юге Украины, в Старой Хазарии? И какова тайная роль Израиля в течение многих лет, по крайней мере с 2014 года, в российско-украинском конфликте? Я не знаю. Это секрет, поэтому я не знаю. Я имею в виду, что я не хочу касаться этого вопроса, потому что это просто приводит к слишком большому количеству спекуляций. И вы знаете, так что нет. Я уважаю этот вопрос. Я просто не собираюсь пытаться ответить на него, потому что у нас просто будут проблемы. Хорошо, давайте попробуем. Мэтт Макаскер из Ванкувера. Скотт, вы очень разумны и красноречивы. «О, это действительно так». И он тоже говорит метафорами, даже не пытаясь это сделать. Но вы определенно производите впечатление пророссийски настроенного человека. Как вы видите свою позицию? Знаете ли вы о каких-либо предубеждениях, которые у вас могут быть? Если да, то как вы их смягчаете? Это разумный вопрос. Я думаю, что это фантастический вопрос. На самом деле, кто-то очень близкий мне задал мне тот же самый вопрос сегодня вечером. «Каковы его или ее инициалы?» Мистер, и она в основном сказала, что вы должны быть очень осторожны, потому что у нас с ней была одна из наших частых дискуссий по этому самому вопросу. И она сказала, что вы кажетесь очень пророссийски настроенным, и вам нужно быть осторожным. Именно так звучит этот вопрос. Вам нужно смягчить его. Мне не нужно смягчать, потому что я собираюсь это сделать. И я собираюсь дать тот же ответ, что и именительным падежом. Они — это она, извините, а не они. ММ. Давайте назовем ее кодовым именем, кодовое имя М. Россия находится на правильной стороне истории. Здесь нет никакой предвзятости, это просто факт. И почему я говорю, что Россия находится на правильной стороне истории? Из-за Степана Бандера и неонацистов-нацистов, сторонников превосходства белой расы и всего такого прочего. Расширение НАТО. Это трудно проглотить. Государственный переворот 2014 года, совершенный с целью изгнания законно избранного президента Украины Виктора Януковича. Секретный план — использовать Минск в качестве счета для создания военной силы для уничтожения русских. Мы можем продолжать и продолжать, и продолжать, и продолжать, и все, что захотим. Я пророссийский настроен. Послушайте, у меня нет, у меня нет личной заинтересованности в этом, в этой борьбе. Это означает, что если Россия победит, это мне не повредит. Если победит Украина, это мне не повредит. За исключением одного — нацистов. Нацистов. И я тоже пророссийский настроен. Да, я хочу, чтобы Россия победила из-за нацистов, но это не влияет на меня. Как мне смягчить это? Потому что я отступаю и оцениваю ситуацию с той же холодной логикой. Потому что у меня нет личной заинтересованности в том, чтобы это означало, что я здесь не советую русским делать X, Y, Z. Многие люди разозлились на меня еще в мае, когда я сказал, «Эй, то, что поступает оборудование стоимостью в десятки миллиардов долларов, меняет правила игры». Украина сможет восстановить свои вооруженные силы, а у России для этого недостаточно ресурсов. Вы говорили, что Россия победит. Вы ужасный человек. Сейчас же. Это так. Вы отвернулись. Вы ударили русских ножом в спину. Нет, я этого не делал. Я просто предоставил точный анализ, точную оценку. Оказалось, что я был прав. Я говорю другие вещи. Я, я не оцениваю вещи, пытаясь нарисовать их так, как я хочу, чтобы Россия победила. Я говорю это, потому что я думаю, что таковы факты на местах. Я думаю, что Россия победит, не потому что я пророссийски настроен, а потому что я думаю, что факты показывают, что Россия победит. Но если вы спросите меня, каковы мои личные чувства, Россия находится на правильной стороне истории. В данном случае Россия поступает правильно. Я думаю, что решение России вторгнуться в Украину является оправданным, как это сформулировано Россией, в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций. Превентивная самооборона с использованием точно такого же правового подхода, который НАТО и Соединенные Штаты использовали для нанесения превентивного удара по Сербии в 1999 году. Вы не можете сказать, что это незаконно для России, но законно для НАТО. Это правовая доктрина. Россия реализует ее, и я думаю, что они, они правы поступая так, потому что в отличие от ситуации в Сербии, где Соединенные Штаты и НАТО сфабриковали это притворство геноцида, которого никогда не было, на самом деле это была поддерживаемая ЦРУ армия освобождения Косово, совершившая массовые убийства сербов, а затем возмездие. Вы получили бы от 40 до 60 убитых парней из УАК, а затем СМИ преподнесли бы это как массовое убийство. Убийство. Бойни не произошло. Но здесь у нас есть дело. А откуда нам знать? У нас есть случаи, когда Украина использует Минские соглашения в качестве счета для создания вооруженных сил, чтобы убивать, потому что украинцы это признают. Откуда нам знать, что украинцы пытались терроризировать целое поколение украинских детей? Потому что Петро Порше вышел и сказал, «Вы спрячетесь в подвале, пока мы вас обстреливаем». Мы все это знаем, так что вы знаете, что это там. Я честен в этом. Я не пытаюсь скрывать тот факт, что я очень расстроен тем, что мы поддерживаем нацистский режим в Украине. Я очень расстроен тем, что Конгресс Соединенных Штатов разрешил нацистам из батальона Азов войти в Народный дом. Совершите турне по Америке. Они все еще гастролируют по Америке сегодня. Я очень расстроен тем, что мы предоставляем для этого американские ресурсы. Вы знаете, в скольких российских хит-листах я нахожусь? Я не могу их сосчитать. Может быть, несколько, но ни одного, о котором я знаю. Я знаю, что нахожусь в украинском списке подозреваемых. Они хотят меня убить. Трудно не быть предвзятым. Это не очень приятно, когда они хотят убить вас. На самом деле это не так. Это не рецепт хороших отношений. Трудно быть справедливым и уравновешенным, когда одна сторона пытается тебя убить, а другая говорит, «Эй, хорошая работа». Мы поддерживаем то, что вы делаете. И вас пригласили выступить в русском ресторане в Нью-Йорке в январе. О подробности на сайте скотт-рита-экстра.ком. Я прав. Вы бы с готовностью приняли приглашение, если бы вас пригласили выступить в украинском ресторане, не так ли? При условии, что он не принадлежал нацистам. Во-первых, русский самовар — это украинский ресторан. О, вот и вы. Имя. Русский самовар — это историческое название, когда они только начинали свой бизнес. Но на самом деле владелец, по крайней мере, один из первоначальных владельцев, украинский еврей. Так что вам знакомо это представление о том, что русские едят сэндвичи, потому что они подвергаются большим нападкам из-за названия. Люди, пытающиеся надавить на них, чтобы они сменили название, на самом деле пытаются заставить их закрыться. Одна из причин, по которой я очень рад возможности выступить там, состоит в том, чтобы показать, что это то место, которое люди должны часто посещать. Мы с Мариной ходим туда уже много лет. Мы любим этот ресторан. Это один из наших любимых ресторанов, и для меня большая честь быть приглашенным туда выступить. Но люди должны часто посещать этот ресторан, потому что это хороший ресторан с хорошими людьми. Там подают отличную еду. Здесь всегда теплая и гостеприимная обстановка. И они не распространяют пропутинские или антиукраинские послания. Они просто распространяют послания хорошей компании. Так что люди должны пойти туда и понять, что это в январе. Тот, который наступит 15-го, будет через неделю в Бостоне, начиная с завтрашнего дня. В Бостоне. Подробности, конечно, также на сайте киридерксер.ком. И я только что понял, что мероприятие, которое было отложено, было назначено на вечер следующей пятницы, который у нас обычно назначается на вечер пятницы. Итак, на данный момент наше свидание в пятницу вечером назначено, или мы ожидаем, что кто-нибудь придумает другое место проведения? Я думаю, мы должны взять на себя обязательства. Джефф, хотите назначить свидание в пятницу? Хорошо. Вы и я. Хорошо, малыш кайфует. Я попробую. И я попробую улизнуть. Марина об этом не узнает. Мы можем это сделать. Вы знаете, чего она не знает. Переживите старые времена. Джефф, мы можем. Не спрашивайте, не говорите. Хорошо, значит, в следующую пятницу, как обычно. А во вторник молниеносный раунд в три часа дня. М по восточному времени. И если у нас есть, если мы сможем уделить вам еще несколько минут, я думаю, Тори, вероятно, сможет задать несколько вопросов нашей аудитории в прямом эфире. Вы хотите ответить на несколько? Да, хорошо, гараж Аризмота. Спасибо за вклад. Мы это очень ценим. Спасибо нашей любимой аудитории за то, что настроились. Независимо от того, внесли вы свой вклад или нет. По вашему мнению, было ли отделение Косова от НАТО юридическим прецедентом и планом того, как разделить Россию на кучку маленьких западных спин? Обычно я могу исправить грамматику с помощью вопросов заранее, но если я прочитаю это на лету, я не знаю, как справиться с этими маленькими западными штатами, не спровоцировав Третью мировую войну, но это не удалось, так как Россия сейчас использует это для своих целей. Хорошо, я понимаю. Их трое. Здесь есть три пункта, все из которых верны, но я не знаю, сможем ли мы связать их вместе в единый логический поток. Было ли наследование Косова НАТО юридическим прецедентом? Во-первых, это было чертовски незаконно, потому что они солгали о неминуемой угрозе, о характере неминуемой угрозы. Для того, чтобы иметь упреждающую самооборону, у вас должна быть неминуемая угроза, которая оправдывает ваши упреждающие действия, потому что обычно самооборона это когда кто-то нападает на вас, а затем вы защищаетесь. Но здесь, в соответствии с доктриной, упреждающей самообороны, вы осознаете, что существует неминуемая угроза, и вместо того, чтобы ждать, пока эта угроза ударит по вам, вы упреждаете ее. И это то, о чем говорила НАТО. Им пришлось иметь дело с Сербией из-за угрозы геноцида. Это было ложное дело, а это означает, что все дело разваливается с юридической точки зрения. Но я действительно верю, что НАТО использовало это как план вмешательства, но не в отношении России. Теперь мы знаем, что американская политика в отношении России заключалась в том, чтобы ослабить Россию, чтобы она распалась, чтобы не было этой огромной Российской Федерации, которая существует. Мы стремились отделить составные части и ослабить Россию, и такова была стратегия. Но нет никакой связи между тем, что происходило в Сербии, и этой стратегии. И последняя часть заключается в том, что Россия перевернула сценарий, успешно используя юридический аргумент, который оправдывал интервенцию в Сербию против, или для оправдания того, что происходит в Украине. Вот почему никто не хочет говорить об этом. Я предложил обсудить оправдание российского вмешательства с кем угодно. Это незаконный, не спровоцированный акт агрессии. Давайте обсудим это. Никто не хочет прикасаться к нему, потому что они не могут. Потому что, как только вы начинаете разбираться в происходящем, Россия поступила правильно. Россия подчинилась закону. Россия не сделала ничего плохого. И Россия действительно была спровоцирована. Там была реальная военная сила, подготовленная НАТО, готовая нанести ответный удар по Донбассу. И Россия превратила то, что было внутри украинской проблемой между сепаратистами и Донбассом, в региональную проблему с суверенными государствами. Они провозгласили свою независимость. Был проведен референдум. Россия признала их независимыми государствами, и они заключили с ними соглашение о коллективной безопасности, которое позволило России теперь упреждающе защищать свое государство. Россия поступила правильно. Вы можете сидеть сложа руки и уходить. О, я не согласен. По закону это не имеет значения. Россия поступила правильно. Хорошо, давайте перейдем к следующему вопросу от М. О, это тот самый М, о котором вы говорили? Может быть и нет. Я не знаю. Я не знаю. Десять долларов. Я бы надеялся, что моя буква М будет немного приятнее за те деньги, которые вы знаете. Покопайтесь немного глубже в кошельке. Да, если вы хотите, чтобы я сводил вас в кино, вы должны дать мне больше десяти баксов. Не могли бы вы открыто обсудить с Дугласом МакГрегором вопрос о том, готовит ли США коалицию желающих в Украину, в отношении которой вы с ним не согласны? Можете ли вы уточнить, почему? Я думал, вы уже это сделали. Но не важно. Я ответил на вопрос, поэтому я не хочу тратить время людей впустую, отвечая на него снова. Но я скажу вот что. Но подождите, могу я кое-что сказать? Вы же знаете, что это не так. Иногда существует тонкая грань между дебатами и дискуссией. В случае с Дугласом МакГрегором, почему бы просто не провести дискуссию с вами? Случалось ли такое когда-нибудь? Вы только что дали мой ответ. Джефф, я собирался это сказать, но теперь вы выставили себя дипломатом, и я не могу разыгрывать эту карту. Вот что происходит с парами, когда вы проводите так много времени. Я не хочу спорить с полковником МакГрегором, потому что это подразумевает, что мы с ним находимся в противоположных лагерях. Я думаю, что мы с ним в противоположных лагерях. У нас схожие аналитические процессы, и у нас схожие аналитические выводы по этому конкретному вопросу. Он пришел к одному выводу, я пришел к другому, и я думаю, что это справедливый момент для обсуждения. Вы его знаете? У вас когда-нибудь была с ним дискуссия? Я не знаю его лично. Я бы с удовольствием когда-нибудь побеседовал с ним, и давайте это сделаем. Тори, займитесь этим. У вас есть номер телефона Дугласа МакГрегора в вашем справочнике, не так ли? Хорошо, я буду считать это «да». Возможен ли горячий конфликт в Арктике? Спасибо вам, Оптимус Принцепс. Ответ «да». В любое время, когда у вас есть две, я не скажу открыто враждебные, но две конкурирующие силы, конкурирующие за один и тот же регион, которым является Арктика. И они милитаризировали это. И Соединенные Штаты, и Россия, и Канада милитаризируют Арктический регион. Существует вероятность военного конфликта. Абсолютно все стороны готовятся к этому, и это может произойти. И сейчас самое время задать еще один вопрос. Очень хорошо. Я помню этого человека. Я не знаю, как произнести букву Т, пробел 0G или OG. Хорошо, я потерял вопрос, а Тори идею. Я к этому не прикасалась. Это должно быть были вы. Нет, это был не я. Мои руки сложены на груди, верно? Хорошо, я не прикасалась. Значит, это сделал кто-то другой. И я думаю, что уже сняла вопрос. Хорошо, давайте перейдем к другому. Все в порядке. Кто вы такой? Нам придется отшлепать вас позже, или у нас есть способы? Я пытался это сделать. Это его вина. Да. Как вы думаете, будут ли еще отступления русских? Спасибо вам. О, мне жаль, Джефф. Я выполнил вашу работу. Нет, я просто пытался понять, почему вопрос отпадает. Все в порядке. Как вы думаете, будут ли еще отступления русских? Спасибо вам. Думаю ли я, что русские способны принимать трудные решения относительно укрепления своих военных позиций? Да. Думаю ли я, что России нужно что-то еще делать? Я не знаю, что именно. Я не могу себе представить, где России нужно было бы это делать. Они уже это сделали. У России раньше была оборонительная позиция, когда у вас было от 30 до 60 человек на километр линии с большим количеством широких открытых пространств. Этого больше не существует, особенно теперь, когда они отступили с плацдарма Карсон на другой стороне реки Нипер. Я не думаю, что Россия будет проводить такого рода крупномасштабную перестройку. Вы называете это отступлением? Это перестройка. Я действительно думаю, что в ближайшее время будет много отступлений украинцев. Я думаю, что когда 200 организованных оснащенных российских военнослужащих появятся в зоне специальной военной операции, они окажут решающее влияние на поле боя. И я думаю, что мы увидим целую кучу отступлений украинцев. Но я думаю, что день перестройки верха автомобилей или перестройки по типу карусели закончился. Этого не произойдет. Гитарист-3001, какую историю войны вы чуть не рассказали в интервью польской леди? Польская леди Аня была очень профессиональна, потому что она позволяет мне расширять свои ответы. Но у нее есть конкретный список вопросов, на которые она хочет ответить в течение определенного периода времени. И я начал уходить далеко от базы, и я начал рассказывать историю войны, а она мудро обуздала меня и вернула обратно. История о войне была просто о том, что произошло во время войны в Персидском заливе, и я не знаю, подходящее ли сейчас время, чтобы сказать нам, что мы собираемся пройти. Хорошо, давайте перейдем к другому вопросу. Тара, вы отлично справляетесь. Спасибо вам, детка. Кстати, у нее новая работа. Больше никаких поездок на Амазон. Я беспокоился о моей дорогой Торе там больше, чем об опасном мире. Так что это хорошая новость. Скотт, до меня дошли слухи о том, что Россия глушила ракеты Хаймар во время отступления Кирсана. Есть какая-нибудь информация по этому поводу? Нет, я знаю, что Россия обладает очень мощными и мощными средствами радиоэлектронной борьбы. И вы знаете, если в ракете Хаймар есть GPS-компонент, то его можно глушить, подделать. И я думаю, что Россия определенно сделала бы это, если бы могла. Так что у меня нет никакой конкретной информации по этому поводу, но это звучит примерно так, как будто это правдоподобно. Хорошо, туманный космический джайв. Это отличная ручка. Туманный космический. Хорошо. Я собираюсь проявить гитаристу немного уважения. Военная история была о том, как во время войны меня попросили нацелиться на Саддама Хусейна. У саудовцев были очень конкретные разведанные, и меня пригласили на встречу с саудовским принцем Турции, и мне дали эту информацию. А затем Кэл Уоллер, четырехзвездочный генерал в качестве заместителя командующего, приказал мне превратить эту информацию в цель, которая будет передана американским бомбардировщикам, которые будут искать и пытаться убить Саддама Хусейна. Так вот, какова была история войны? Вау, это довольно тяжело. Хорошо. Исходя из этого, я просто не хотел показаться неуважительным. Я видел, как он там что-то сказал, и я просто думаю, что это странная история, чтобы вставлять ее в середине этого разговора. Но так оно и было. Да, все в порядке. Итак, мы переходим от этой очень тяжелой истории к туманному космическому джайву. Мы можем просто делать переходы очень резко. Вы поклонник Дилана Стоуна, у которого есть какие-либо мнения по поводу добавления Роджера Оттерса из Пинк Флойд в черный список его громкой критики НАТО Украины, недавних американских интервью и туров. Так уж получилось, что у меня брал интервью Рэнди Кредика, комик и ведущий, а также активист. Он активно участвует в проблеме Джулиана Асанжа. Замечательный парень. В БАИ Нью-Йорк я прав. В БАИ Нью-Йорк. Вы правы на сто процентов. Вдобавок ко всему, вы правы. Но не могли бы вы сказать мне, кто был соведущим интервью? Эд МакМахан, Роджер Уоттерс. Роджер Уоттерс присоединился к Рэнди Критика, и они вдвоем взяли у меня интервью по этому вопросу. И интервью с Роджером Уоттерсом фактически превращается в беседу с Роджером Уоттерсом. А Роджер Уоттерс увлекательный человек. Я должен сказать, я знаю, что он уже некоторое время активист, но некоторое время назад я был в Вашингтоне, округ Колумбия, и у меня была возможность поехать домой с дочерью. И она включила меня на подкасты Джо Рогана. Она похожа на Скотта, а не на Скотта, потому что она не называет меня Скоттом. Папа, папа Рич. Вы должны прослушать этот подкаст, и мы это сделали. И в одном из подкастов, которые мы слушали, Джо Роган брал интервью у Роджера Уоттерса. И это была просто замечательная беседа, непринужденная беседа. И я просто всегда любил Пинк Флойд, и мне всегда нравился Роджер Уоттерс как музыкант, и я знал, что он занимается активной деятельностью. Но это поразило меня, и я подумал, это замечательно. Этот парень отличный. А потом, о чудо, я проведу с ним час плюс собеседование на вбай. Так что я очень уважаю Роджера Уоттерса. Я думаю, то, что он делает, просто фантастика. Это было интервью только в аудиозаписи, или так оно и есть? Нет, нет, нет. В нем была видеокомпонентная составляющая. Да, что делает его еще более дикий. Но нет, так оно и было. Но я очень уважаю Роджера Уоттерса. Я поддерживаю его работу. Я думаю, что он делает фантастические вещи. Слияние развлечений с активизмом. У него так хорошо получается. Да, и он очень огорчен из-за этого. Скотт, он уезжает. Рогейн. Вы это хотите сказать? Я не теряю волосы. Мне не нужен Рогейн. О, Роган, Джо Роган. Я согласен. Я бы с удовольствием продолжал. Джо, Роган, Джо, если вы слушаете, пригласите меня. Как я уже говорил, очень мало что изменилось по сравнению с 11-летней давностью. Посмотрите на это. Нет-нет, седые волосы. Все тоже мальчишеское лицо. Разница только в очках. Тот же двойной подбородок. Я не избавлялся от двойного подбородка уже 11 лет. Да, очки. Люди все время спрашивают об этих очках. Это Оукли, и я купил их из-за баскетбола. Потому что я играл в баскетбол без очков, и люди устали от того, что я пытался нанести хук с половины корта, когда я думал, что это ближе, чем я. И поэтому они сказали, купите очки, но я бы надел обычные очки. Но баскетбол это тяжелая игра. Меня бьют локтем в лицо, а потом разбиваются очки и все такое прочее. Так что я купил эти, потому что, если их ударить локтем, они на самом деле довольно хорошо разваливаются, а потом их можно собрать заново. И я не знаю, сколько раз меня били по лицу, и все компоненты разлетались, и все останавливали игру. Мы собирали их вместе и защелкивали обратно, и очки снова надевались, и это было потрясающе. Но я уважаю тот факт, что они выглядят немного странно. Поэтому я купил эту замечательную пару обычных очков Оукли, а Маверик, начальник службы безопасности, видимо, подумал, что мои очки были злоумышленником, и он разжевал их и уничтожил. И на этом все. Кроме того, я в трауре, потому что это моя ручка Монт Бланк, которая была со мной с самого начала моей карьеры Юинга. И если вы посмотрите на это, Маверик тоже завладел этой ручкой. Это вина Анубиса. Безволосый кот Анубис сбил его с моего стола, и Маверик, начальник службы безопасности, получил его, посчитал его злоумышленником, жевал его и сломал мою ручку, которая была у меня с 1991 года. У меня буквально разбито сердце из-за этого, и я ненавижу индивидуалиста. Я увольняю его с поста главы моей службы безопасности. Нет, это не так. Он замечательный пес. Я просто, Боже, мне придется придумать, как это исправить прямо сейчас. Вы говорили об игре в баскетбол в тюрьме в статье, которая была опубликована сегодня, и я нахожу ее увлекательной. Это действительно отличная статья на нескольких уровнях, и один из них заключается в том, что это взгляд изнутри на то, что происходит в тюрьме. И я помню, как разговаривал с вами по телефону, когда вы были в тюрьме, спрашивал вас, вы знаете, на что это похоже? А вы такой, о, все в порядке, все в порядке, все в порядке. И я почувствовал, что вы, может быть, защищаете меня, или знаете, по какой-то причине вы не хотели жаловаться. И мы получили немного больше информации о том, каково это, когда кого-то опознают как предполагаемого сексуального хищника. Им обычно приходится очень тяжело. И я всегда был заинтригован этим, а также отчасти возмущен тем, как много людей думают. Они этого заслуживают. Здорово быть избитым в тюрьме. Как будто, как будто вы знаете, мы можем доверять суждениям заключенных, даже если мы считаем, что избивать людей гуманно и морально. И я всегда думал, что это смешно. Но что действительно привлекло мое внимание, так это то, что вы сказали, что раздавали заключенным документы, чтобы показать им, что вы невиновны. Не могли бы вы рассказать об этом немного подробнее? Какие документы были у вас с собой? У каждого, кто находится в заключении, кто подает апелляцию, есть материалы дела. Это ваши документы, и у вас также есть обвинения. Потому что если вы заключены в тюрьму, теоретически вы должны пройти курс лечения. И поэтому вы должны предъявить свои обвинения, и они должны быть зачитаны. И все это обсуждается, и все такое. Итак, у вас есть это, и вам сразу говорят, ни с кем этим не делитесь. Хорошо? Обычно я бы этого не хотел. Но они такие, знаете, вы попадаете туда, и у вас есть выбор. Либо исчезнуть, спрятаться, либо делать то, что они от вас хотят. Потому что в этом и заключается вся идея этой аферы, происходящей здесь. Они ложно обвинили меня. Они допустили судебную ошибку. Они посадили меня в тюрьму. И вся идея тюрьмы заключалась в том, что я должен был сломаться. Я должен был признать себя виновным, чтобы меня могли условно-досрочно освободить. Мне нужно было признать себя виновным, условно-досрочно. И поэтому они собираются оказать на вас давление, и при таком способе давления, поместить вас в общую группу населения и позволить заключенным угрожать вам. И тогда вы либо плачете, либо отправляетесь в одиночную камеру, прячетесь там и никогда не выходите. Либо я сказал, что не играю в эту игру, поэтому я просто ходил вокруг, а они такие, о, мы собираемся надрать вам задницу. А я сказал, нет, это не так. И тогда он сказал, знаете, кто вы такой? Что вы здесь делаете? Они такие, о, я слышал ваше дело. Вы говорите, что невиновны. Да, давайте посмотрим ваши документы. Сейчас же. Если я скажу нет, я не отдам вам свои документы, вы что-то скрываете. И тогда они выбьют из вас все дерьмо. Или, по крайней мере, попытаются. И вот в чем дело. У меня не было никаких проблем с драками в тюрьме. Я не трус, но одна драка, и вы буквально не получите условно-досрочного освобождения. И это еще одна вещь, которую они имеют против вас. Это то, что вы знаете, что у вас нет шанса защититься. Вы против парней, которые отбывают 20-летние сроки заключения. Им наплевать. Знаете что? Да, им нечего терять. Но если вы вяжетесь в драку, вас не освободят условно-досрочно. И поэтому вам придется пройти эту тонкую грань, чтобы избежать наказания. Но я сказал, конечно, есть документы, и они их прочитали, и передали по кругу, и они вернулись. И они сказали, вы облажались. И я говорю о склепах крови, латинских королях, мексиканцах, мексиканском картеле. Это люди, которые... Ну, я думаю, что миф, который был развеян для меня, заключался в том, что на этих членов банды можно было положиться в том, что они действительно прочитают. Знаете ли юридические документы и сделают что-то одно? Единственное, что вы узнаете о тюремном Джеффе, так это то, что существует настоящий кодекс чести. Там есть настоящий кодекс чести, и люди говорят, что не могут этого сделать. Они осуждены. Садитесь в тюрьму. Выясните это сами. Любой, кто был заключен в тюрьму, скажет вам то же самое. Существует кодекс чести, и одна из ключевых вещей в тюрьме — это уважение. Вы должны проявлять к людям уважение. Но уважение не дается, его нужно заслужить. И поэтому люди приходят с улицы с определенной репутацией, но они все равно должны заслужить это уважение. И один из способов заслужить уважение — это быть жестким, а другой способ — быть честным, быть тем, кто держит слово. Потому что в тюрьме ваше слово — это ваша связь. И в тот момент, когда вас назовут стукачом, вы мертвы. Если вы вор, у вас неприятности. Вороство среди воров. Да, вы можете сесть в тюрьму на 25 лет за взлом и проникновение. Но если вы начнете воровать у заключенных, вы покойник. Так что честь — это все. А эти люди этого не делают. Они этого не делают. Меня это не удивило. Но что меня удивило, так это то, что они были достаточно умны, чтобы оценить ситуацию. Эти ребята просидели в тюрьме целую вечность. Они видели все возможные случаи. Большинство из них — тюремные адвокаты, которые видели апелляционный процесс и все такое прочее. Они знают, как читать юридическую справку. Они знают, как читать юридический документ. И все они пришли к одному и тому же выводу. Вы облажались. Хорошо. Так что мое предубеждение против заключенных членов банды теперь исправлено. Вы хотите...